Ну, уже начинать пора, уже вот хватит вот это вот все сидеть, что-то сидеть, да? Пора начинать! Здрасте! Всем привет! А вот и я. Я явилась. Наконец-то. А вы уже и все ждать перестали, да? Просто уже надежда умерла. Екатерина не появится. Привет! Ёлочка горит, да? Ёлочка горит. Я не знаю вообще, как так получилось, но она, наверное, всего лишь третий раз с момента, как я ее нарядила, горит. Вот. Я ее специально нарядила в комнате, чтобы на каникулах с вами постримить. Елочка была, все такое. Ну, ага. Постримили на каникулах. В общем, всем чмоки-чмоки. Всем привет! С вами я, непревзойденная Екатерина Фряникова. Я очень рада вас, наконец-то, приветствовать. Кусики-кукусики всем. Короче, рассказывать, доставать, показывать. Ребята, новостей пиздец много. Короче, я заболела. 30 декабря, прикиньте, 30 декабря я заболела. Я просто приехала домой как говно. И все. И я просто пух, до свидания. Все каникулы, ребят, все каникулы, просто какой-то трэш творился. Я вообще, я нифига не отдохнула на каникулах. Еще у меня рабочие дни были, соответственно. Там вообще не отдохнула. Вот. Ну, вот, где-то только-только вам. Там, не знаю, на прошлой недельке, наверное, более-менее оклемалась от вот этого своего непонятного состояния, полуобморочного. Короче, прикиньте, да? Это как, знаете, это как, короче, когда ты уходишь на летние каникулы в школе и такой заболел. Прям как вот нормальный такой лох. Всех, ребята, с Новым годом, с Рождеством, с всеми праздниками. Я там, ну, постила, где могла всякие поздравляшки, новостяшки, но, короче, из моих уст это должно было вырваться. Я вас всех, ребята, поздравляю. Двадцать... 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 Ноль один. А я вас поздравляю. Ха-ха-ха. Вообще бомба, да? Короче, ребята, что произошло? Как вы видите, где-то там, где-то там вверху в уголочке, Екатерину Пряникову, наконец-то повысили на работе. Теперь Екатерина не просто сервис инженер технической поддержки, теперь Екатерина в должности ведущего специалиста по сопровождению. Там сопровождение, эксплуатация... Короче, всё, я типа маленький начальник. В подчинении не имею никого. Ха-ха-ха. Бомба, да? Ну, короче, я дождалась наконец-то своего повышения. Вот. А ещё мой гномик переехал с работы домой. Я сегодня на работе разобрала всю вот эту новогоднюю украшульку, которая была. Вот. Теперь у меня на работе скучно. Я когда это всё играла, у меня же там была огромная фотозона, у меня там были всякие висюльки на дверь, когда там в дверь заходишь, всякие там висюльки были. На столе у меня тоже была такая штука, я сделала из каких-то веток. Короче, из говна и палок я сделала такой, типа, как веночек. В нём сидел вот этот вот мистер гномик. И там всё у меня сверкало гирляндами, сияло. Ну, короче, я всё это убрала и просто вообще пустота. Надо будет что-нибудь потом придумывать. Но будем придумывать, когда будет время. А его сейчас катастрофически не хватает. Ребят, спасибо большое за поздравления. И да, как это никого. В подчинении я. Вот я сама у себя в подчинении. Раздаю приказы, исполняю приказы. Ставлю задачи, сама их выполняю. Хм, 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 хм. Короче, я счастлива на самом деле. Меня сегодня на работе заставили проставляться. Вот, я немножко проставилась. Но только на своём этаже. Надо будет потом ещё со своими айтишниками. Там ещё с кем-нибудь. Короче, у меня на работе повышение не так часто. И когда они происходят, там просаживают всю зарплату на то, чтобы обмыть повышение. Иначе работаться не будет. Ну, короче, не суть. В общем, вот такие вот новости. Я всё рассказала. Можно заканчивать стрим. Как у вас дела, ребят? Рассказывайте, пожалуйста. Пишите, что было у вас интересного, пока я отсутствовала. Какие у вас планы? Какие у вас задачи? Что хорошего произошло? Что должно хорошего произойти? Я, кстати, знаете, что тут подумала? Я подумала, что я хочу карту захвата. Потому что что-то... Что-то как-то вот так. Я решила, что мне её очень охота. И всё. Кстати, у меня тут рядышком стоит гитара и укулеле. Если захотите, мы можем побренькать что-нибудь. У меня ногти там, в принципе, более-менее обгрызенные. Так что можно будет воспроизвести какую-нибудь нелепость. Потому что мои руки не держали инструменты очень-очень-очень давно. О, Сёрт, привет. Вот так тебе. Как дела? Что хорошего? У меня всё отлично. Сегодня будет новость дня. У Екатерины всё отлично. Екатерину повысили. Я теперь маленький начальник. Но я хочу быть начальником всех начальников. И я буду стремиться. О, ребята, боже, что у меня было? Господи. Я, оказывается, мегамозг своей компании. У меня есть три отдела продаж. Кто в курсе, кто не в курсе, у меня есть отдела продаж. Три штуки. И, значит, они к генеральному собирались писать письма о повышении заработной платы. Просим там переиндексировать и тоси-боси лясем-трясем. И там что-то настолько вот какие-то у них мысли странные вот. И вот говоришь, как надо сделать, как надо посчитать, как надо написать. И по итогу я что-то сижу и думаю. А может мне уже пора становиться начальником руководителей отделов продаж? Потому что вот что-то без моих мозгов там нифига не решается. Ну, ладно. Чего хорошего у Сюрта? Скоро свадьба. Где приглашение мое на свадьбу, а? Когда буду кричать горько? Пять дней осталось до сдачи. Чего? ПП? Что такое ПП? Препод накосячил, не сделал задание? Надо препода просто придушить, к стенке приезжать и где задание. У нас на самом деле, когда я училась, когда они выдавали задания нам на контрольный, на всякую вот эту фигню, мы потом просто на парах занимались этой всей дрянью. Ну, видишь, я заочно училась. И у нас был месяц занятий. Мы приходили, месяц занимались. Там, в принципе, в течение этого месяца мы решали наши контрольные. И потом благополучно это все сдавали. Защищали. Производственная практика. Слушай, а что у тебя? Кем ты практику проходишь? У меня вообще веселая практика была. Я у мамы на предприятии проходила практику. Ничего не делала, но все делала. Причем при этом как бы я жила в другом городе за 450 километров от предприятия, на котором якобы проходила практику. Но кто об этом узнает? Никто никогда не узнает, кроме нас с вами и тех, кто еще это потом посмотрит. Так вот, сюрт, когда будет приглашение на свадьбу? Куда ехать? Почему ехать? Зачем ехать? А, что еще интересного, ребят, у меня будет? Значит, кто помнит, а кто, может быть, не помнит, когда-то давным-давным-давно я говорила, что у нас намечается проект Краснодар. Что мы будем запускать отдел продаж в Краснодаре и что я поеду туда это все дело развивать. Ну, короче, благополучно Краснодар у нас отвалился из-за всех вот этих вот ситуаций происходящих. Теперь у нас привалился другой филиал. Слава богу, там неполноценное отдел продажи будет, там у нас только группа мерчендайзеров будет. Но, тем не менее, скоро по ходу дела я уеду в командировку. Скорее всего, это будет, возможно, в конце февраля. И я не знаю, насколько пока что на самом деле. Может быть, это будет неделя. Может быть, это будет две недели. Но я не думаю, что больше. Там будет три человека. Ну, конечно, посмотрим. Если что, я, может быть, пропаду опять. Вот вроде только высралась, да? Здрасте, я пришла, я явилась, я вот она. И потом опять такая, все, собрала чемодан и сделала уебензебитты. Красивая. Кстати, ребята, боже мой, вы, наверное, видели, да? В сообществе я выкладывала фотографии, где я вот это вот ильвенок весь такой. Значит, это меня покрасила моя коллега с работой, девочкам, 26 числа. Мы, короче, забылились к ней. Я у нее просидела там, блин, чуть ли не до 12 ночи. Она меня покрасила. Я теперь шоколадная. И она такая, давай сделаем тебе гофре. Я говорю, ну давай сделаем. Еще она сделала мне гофре. Я вся такая, прям такая львиная тигрица или тигриная львица. Вот. И, короче, мне понравилось это дело. Я себе купила тоже щипцы для того, чтобы делать гофре. И вот это все периодически делаю себе на голове. Я вся такая пушистая, хожу лохматая, такая, м-м-м, прям вообще закачаешься. Шикуничка, привет. Привет, моя девочка. Как у тебя дела? Как ты день рождения отметила? Я почитала что-то там в Дискорде? У тебя какая-то там вообще печальная печалька была в твой день рождения? Что-нибудь хорошее было или нет? Так, подожди, Сюрт, что там вообще должно было быть 21 числа? Папа невесты захворяла, вы перенесли. А на какое число перенесли? Все срочно собираемся ехать в Калининград. У Сюрта скоро свадьба. Много хорошего было? Ну, давай рассказывай. А то у меня есть повышение, ничего хорошего больше не было. Через месяц. Все, ребят, собираемся. Я запущу как раз новый филиал, обучу людей и можно будет когти рвать. В Калининграде еще тоже откроем отделение свое и отдел продаж замутим. И буду я потом мотаться в командировке по всему белому свету. Ну, нет, по странам СНГ. Ладно, что уж там. Не буду уж я по всему свету мотыляться. На первом танце все отвернутся. А что такое? Почему? Что за дела? Все наоборот должны смотреть, хлопать, свистеть. Там вот так. Громко-громко, чтобы все дрожало. Стекла лопались. Пужеры просто, чтобы такие. Ой, простите, пожалуйста. Стесняешься? Не надо стесняться. Мы тебя, короче, набухаем. И ты уже не будешь потом стесняться. И все будет вообще very good. Ну, прост, может быть и так. Может быть ты прав, да. Ты не пьешь. Так, ну мы что-нибудь придумаем. Накурим тебя, я не знаю. Ну что-нибудь то придумаем, а? Ты вообще в ужасном положении. Из-за того, что ты не бухаешь. Слушай, ты можешь реально обожраться чем-нибудь. Я думаю, все будет хорошо. Огромный бургер без хлеба. Слушай, это знаешь, такие, которые в этой, в траве, вот в этой зеленой, да? В салате. В траве. Я поняла, на самом деле, ребят, что у меня, короче, настолько мозг устал за вот эти две рабочие недели, что просто я даже забываю некоторые слова. И вот Чика, у меня шестеренки там. Слово, слово, слово. Какое слово? Подрубаем, подрубаем. Все там начинает работать. Какое слово? Ты забыла, Екатерина. А это слово ложка. Салат Цезарь. И они его называли бургер без хлеба? Блин. Слушай, что-то как-то все оказалось намного проще, чем я тут это, рассусоливаю. Месяца полтора без выходных слушаю, это кошмар на самом деле. Без выходных работать, это просто хочется потом вздернуться. Я вот сегодня взяла с собой работу на дом, мне надо будет на выходных посидеть, кое с чем поразбираться, написать пару ТЗ нашему программисту. Потому что мне в рабочее, в рабочее время мне не дают разобраться спокойно, потому что один позвонил там, алё, я сделал то-то. Другой позвонила, у меня маршрут не загрузился. У третьего срачка, у четвертого болячка. И, короче, полнейший хаос, и у тебя голова так пухнет от их вопросов и запросов. И по итогу ты просто тупо не можешь сесть и разобраться, что тебе надо сделать в программе, как это написать программисту, чтобы он это реализовал. Чтобы и он тебя понял, блин, и чтоб ты тоже все понимала. Ну, короче, все. Буду на выходных чуть-чуть работать. У меня на эти выходные, ребят, морозы. О, боже, я вам сейчас расскажу историю. Ребята, что было? Просто я не знаю, как меня еще не высадили из такси за мое поведение. Мне так стыдно. Не так давно, очень-очень недавно, я прибегла к услугам такси. Да, потому что я была без биби, мне надо было на такси покататься. И так получилось, короче, что я, мне кажется, заболтала таксиста до смерти. Просто я как села в машину и просто из меня вот это вот все льется. Я рассказывала про все. Я рассказывала ему, как я прыгала с парашютом, потому что мы проезжали мимо того места, где я прыгала с парашютом. Я рассказывала ему про свои дороги, как там у меня периодически все заметает и сложно выходить из поселка, пока не приедет, трактор все не почистит. Я ему рассказывала, мне кажется, абсолютно про все, что только можно было рассказать. Мы едем, а ехать нам было прям прилично, где-то, наверное, 52 минуты мы ехали. Все эти 52 минуты просто у меня рот вообще не закрывался. Это был какой-то кошмар. Мы уже подъезжаем к месту, куда он меня должен был доставить. И я такая говорю, ну я вот вообще общительная. Наверное, время у вас быстро проходит, когда к вам садятся такие пациенты, как я. И он сидит, бедолага, такой, ну я заметил, что ты общительная. Просто вообще бомба. Я думаю, блин, надо чуваку чаевые, наверное, оставить. Просто мне реально рот не затыкался. Потом в этот же день мне надо было ехать обратно. Так же такси, так же примерно камера фокус, так же примерно там 50-60 минут. Другая машина, другой таксист. Я сажусь в машину. Сначала как бы я пыталась прочухать. Он какой-то такой сначала чух серьезный. То есть если к первому я села в машину, он такой, типа, веселенький, добренький, какой-то такой прям молоденький. И вот сразу просто вот из меня все полилось. А к этому я села. Он такой дядька взрослый, серьезный. У него еще машина такая как бы презентабельная достаточно. Не я бы там мака какая-нибудь, да. И, значит, я вот мне надо было сначала минут где-то, наверное, пять. Мне нужно было, чтобы прощупать почву. После того, как я прощупала почву, что вы думаете произошло? У Екатерины не закрывался рот до самого, блин, шлагбаума моего поселка. Ну, по итогу дяденька сказал, что ему было очень комфортно со мной ехать. Время пролетело очень быстро, несмотря на то, что мы собрали все пробки. И вот я такая вся лучезарная, хорошенькая, и у него поднялось настроение. И я такая, как замечательно. Я потом домой захожу, все, я устала. Мне надо на диванчик. Просто все, выболталась. У меня еще, конечно, в тот момент температура была. Может быть, поэтому у меня просто вот несло все подряд из меня. Не знаю. Вот такая вот эта ситуевина была. И это все за один день приключилось у меня. Еще у меня была история. Знаете, какая? У меня были жуткие морозы. Жуткие морозы. А когда они у меня были? А вот как мы вышли 9-го числа работать. Все, в офис мы ездим. Все замечательно. 9-го числа у меня была чуть ли не плюсовая температура. Местами был дождик даже. А 10-го числа минус черт знает сколько. И я, короче, что-то протупила. У меня нету автопрогрева на машине. Нету никаких вот таких вот приколюх и плюшек. У меня есть просто Вебаста и охранная система СОБР. И ты идешь, когда хочешь там машину завести. Ты просто идешь, заводишь ее с ключа. Там подрубаешь Вебасту и как бы вот так. А обычно люди как с пультика завели. Там у них чик-чик-чик все прогрев там. Проливали и не надо спускаться. Ну и тут я что-то затупила. Один из дней, когда было очень-очень сильно холодно. И я задержалась на работе по определенным причинам ко мне. Короче, пришел начальник и попросил меня написать задачи, которые я выполняю для наших отделов продаж. И которые не имеют никакого отношения к технической составляющей. То есть к моей непосредственной работе. Ну я что-то сижу там, а он ко мне пришел уже там чуть-чуть без пятнадцати шесть. По итогу я чуть ли не до, блин, восьми сидела на работе, писала это письмо. И потом идти заводить машину. А у меня аккум замерз. Прикиньте, у меня аккум замерз. Вот просто я, ах, ах, че делать-то, у меня ни крокодилов нет, нифига нет. Я ее кручу, она такая... Все, просто фары, тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. То есть она вроде бы и хотела бы, но она не может. Я думаю, ну все, на крайняк буду заносить аккумулятор к себе туда в кабинет. А что, время-то уже па-па-пам, все закончили работать. Там осталось чуть-чуть народу на производстве, которое тоже там уже все почти поуходило. Ну, короче, мне повезло, мне повезло, что у меня еще главный бухгалтер была на работе, и у нее оказались в машине крокодилы. Мы меня прикурили, и все. И потом два дня, когда были еще морозы, я в обед ходила и прогревала биби. Ну как ходила? У меня территория как бы закрытая, вход там, выход по пропускам и досмотр. То есть как бы никто не сядет за мою машину и не выйдет за территорию на ней. Только как бы мне можно, потому что охрана проверяет на выезде. Ну и все, я просто спускаюсь, как бы ее завожу, и она стоит бедная тарахтитом с ключом внутри. По сути, кто знает, может спокойно там сесть и хотя бы по территории покататься на ней. Так, ну-ка, что там было у тебя, Сюрт? Оставил машинку на целый день на улице, и все. Блин, бедолага, ты там не это, не окочурился? Я вообще такие вот холода не люблю, мне так жалко машины. Очень-очень-очень холодно бибикам. Им так тяжело, блин. Стойки промерзли, все промерзло. Она все бедно какой-то хрустит, едет. Прям очень жалко. И, короче, у меня на вот эти вот выходные тоже будет мороз. Субботы на воскресенье передают вообще минус 36, а я в воскресенье собиралась в город. Мне, короче, ну понятно, на Новый год там все поздравляли, они каются, все такое. И с девчонками, с которыми я уже где-то 4 года, наверное, не виделась, мы с ними работали вместе в клинике на предыдущей моей работе. Ну и мы, короче, такие, типа, может, сходим в театр там или еще что-то. По итогу мы договорились в театр сходить на 5 февраля. Ну и потом такие, а может быть мы как бы до еще встретимся? Ну давайте в воскресенье попробуем. То есть в это воскресенье. Но я не знаю, поеду я не поеду в такие морозы, что-то мне не очень хочется в город пиликать. Ну посмотрим, может быть и по пиликве, может быть не срастется у погоды все и будет потеплее, чем, говорит, прогноз. А, хорошо, хорошо, стояла Даша. Она там не замерзла, бедолашка? Акум надо снимать в ночное время. У меня Акум спал со мной под подушкой. Ну, образно говоря, под подушкой. Вот в те морозы, в первую рабочую неделю, я заносила в том, чтобы она просто у меня не замерзла, бедолага, опять ночью. Ну, как бы, понятное дело, она у меня стоит там. Что, я домой приезжаю поздно, встаю рано, она там не успевает еще промерзнуть. Ну, тем не менее, как бы это... У, ты мой сладкий! Вкусненькая, шоколадная, не кучки. Пика-чу! Спасибо большое, Фрест. Спасибо. Да, я шоколадная такая. Но единственная, какая проблема есть, у меня волосы противные, вредные очень, и краска быстро смывается. И у меня кое-где уже должно быть видно мои седульки, но у меня есть выход из положения. Мне девочка с работы подарила маску для волос, которая немножко подкрашивает. И она такая сама по себе шоколадная, тоже цветом. И я буду вот так вот навозюкивать это все на голову свою, и мои волосики будут с шикарным шоколадным оттенком. У меня камера дуркует. Фокус. Плохо ловит. А еще, короче, я себе купила сухой шампунь, который тоже с эффектом красителя. Вот так напшикаешь себе на голову, и она чистая и немножко коричневая. Ой, Господи, какой кошмар. Ты на беззвучку посылаешь? Какой кошмар, как ты мог? Вот у меня по этому браслет. У меня звук отключен, но у меня браслет. И вот когда мне кто-нибудь там начинает наяривать все, у меня просто хочется не браслет снять, а руку отрубить и выкинуть. Загадка. Слушай, я сама на самом деле иногда вот этим девчачьим всяким приколюхом поражаюсь. Сколько всего есть, и это все можно съесть иногда, а иногда можно и не съесть. На самом деле много всякой фигни. Вот я когда у своей девчонки с работы была, когда мы меня красили, боже, у нее столько всего. Давай мы тебе ногти накрасим, давай мы то сделаем, давай, а еще вот это намажь, а еще вот это намажь. Господи боже, ты вот этим всем намажешься, и можно просто вот так вот лечь, и лежи, ничего не трогая, потому что ты весь обмазанный, как это, как какая-то какашка непонятная. Все, и лежи, впитывайся. Что надо камеру сделать? Камеру отпустить и посидеть. Простить? Понятия простить, кого надо? Вот такие вот дела. Что-то я еще хотела рассказать, у меня там поток вообще такой прям, а потом все забывается. Это вот как я когда в такси ехала, да, вот тоже вот там-бл-бл-бл-бл, потом две секунды помолчала, там что-то мозги сгенерировали, что можно еще дядьке рассказать, и понеслась по новой. Ой, а я вам рассказывала, что у меня появилась плита? У меня же долгое время была сломана моя плита, и я обзавелась плитой. И в первый же вечер, когда она была установлена, естественно, я жарила блины. А как я жарила блины? Боже, это вообще была фантастика просто. Я подрубила себе Северный флот, я налила себе бокал винища, танцевала под Северный флот, подпивала, выпивала и жарила блины. Боже, вот это вообще была фантастика! Ну, это было забавно. Вот такие моменты можно снимать просто там со стороны как-нибудь, и потом... Всё. Она нашла себя. Место женщины на кухне. Где с каюха? Она спит, потому что она сейчас услышит, что у меня тут такой весёлый голос задорный, и она скажет, «Да, гуляй, 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 пойдём, 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 пойдём!» У меня как раз сейчас снегопад, и ей безумно нравится снег, она тусуется в сугробах, блин. У меня тут когда? Да, на той неделе, да, на выходных, когда уже потеплело чутка, снега навалило пипец, и её просто вот так вот прям макушку скрывало. Я нас разбегу в эти сугробы, прыг, и там рюхается что-то, чухается, копает, вообще какая-то там вакханалия у неё происходит. Потом она такая вся на меня смотрит, «Мам, я гуляю!» А морда такая вся белая, как будто она такой что-то кокоса обнюхалась, и такая довольная, что-то там бегает в этих сугробах, блин. Вот, поэтому она сейчас спокойно там в зале, может, конечно, поломиться чуть-чуть ко мне, но я закрылась от неё, потому что этот демон не даст нам с вами нормально поболтать, она такая, засранка. В романтике важны блины, да. Так у меня всё, я реально, блин, почти год без плиты была, может, чуть меньше. Я за вот это время, пока у меня плита, я, наверное, блины уже, блин, раз в десять постряпала. Просто куда? Ну, на работу несу. Всё, то на молоке, то на кефире, то ещё там как-нибудь. А всё, конечно, рады. Блины, ммм, вкусно, завтрак. Ммм, а если ещё и шоколадную пасту принесёшь, то вообще все счастливы. Нету снега у Щекуни. Щекуня, тебе снег отправить? У меня вот так вот снега просто. Я как-то... А когда как-то? 24 декабря, как сейчас, помню. Когда я вместо того, чтобы ехать, ехать, вести стрим, я думала, стримчанский у нас будет, я поехала в город, потому что меня, короче, позвали на корпоратив, чтобы я приехала, потому что там в мужском коллективе всего лишь одна девочка, ей очень-очень было скучно, и слёзно попросили меня приехать. Я, значит, всё бросила, пошла откапывать машину. Я откапывала её целый час, наверное. Я пока откопала, всё, снега навалила, вообще пипец. Я её пока откопала, еду, она пишет, ты где? Я пишу, я снег откапывала, машину, вернее, от снега. А сейчас где? А мне туда ехать, блин, было часа, наверное, ну, где-то, ну, час двадцать, наверное, туда ехать от дома. А я ещё выезжаю, у меня тут маленькое озеро есть, я смотрю, что-то вот возле этого озера, как-то какая-то возня непонятная, вроде одна машина, что-то непонятно, или две машины. Подъезжаю ближе, смотрю, что-то вроде пихают, думаю, то ли застряли ребята, то ли что, думаю, ну, сейчас я ещё дёрну. Потом смотрю, там две машины, спереди какая-то непонятная намарочка, сзади вот на тросу жигули, и они эту жигу пытались с толкача завести, ну, вот это вот, дёргали её, и пацаны ещё сзади толкали. Соответственно, снега навалило, я их объехать никак не могу, и я вот это вот пиликаю, и лицезрею вот эту картину, как пацаны пытаются вот эту бедную жигу завести. И я до самой трассы так с ними пиликала, там, наверное, километров десять. А ты где едешь? Да вот я у себя по просёлке еду, а сейчас ещё по просёлке. Почему? Ну, тут вот, видео снимаю, какие у меня тут приключения. Чё, ты их объехать не можешь? Нет, не могу. Ну, всё. Она меня дождалась, и было очень весело. Всем спасибо за короткие десять минут, пойдёшь дальше делать дела. Удачки тебе! Очень рада была тебя почитать. Надеюсь, мы ещё увидимся, и я погуляю на твоей свадьбе. Или хотя бы просто отправлю тебе какие-нибудь поздравляшки. Ждём фотографии в обязательном порядке. Да, фотографии жениха-невесты, всё такое. Ты знаешь, куда скидывать. Ну, всё. Рада была с тобой поболтать. Ветрища, сдул снег, было до пупа. Слушай, а мне кажется, у меня уже где-то вот с меня прям ростом снег. Ну, ещё понятно, где вот чистят, там прям до хера. Там прям много. А так? Ну, наверное, наверное, выше пояса, да. Мне уже, если я лопатой кидаю, мне уже тяжело кидать это всё дело. Что-то у меня сейчас какая-то ещё мысль промелькнула. А, я вспомнила. Я вспомнила. Я, короче, когда на такси ездила, там ещё тоже снегопад был такой сильный. И я дядьке рассказывала, как я боролась со снежной бурей, когда мне было... Сколько мне тогда было? 17, наверное, годиков. И я шла на экзамен по налоговому делу, когда ещё училась в техникуме. Короче, я была маленькой пигалицей. Училась в техникуме. Училась хорошо. Я была прилежная девочка, но была очень-очень-очень худенькая. Вот возьмите меня сейчас, отнимите от меня 10 килограмм. Вот это вот я была когда-то давно. И, значит, у меня на 25 декабря приходился экзамен по налогам. Идти от дома до техникума мне надо было где-то минут 30. Машины нет, ничего нет. На автобус пока тоже выйдешь, пока туды-сюды. И как бы я пошла пешком. Ветрище жуткий. Просто кошмарный был ветер. Вообще прям дичайший. Шаг вперёд делает Екатерина. Два назад. Шаг вперёд, два назад. Меня реально просто сдувало ветром. Я иду уже, психую. Потихоньку начинаю пинать ветер ногами. А толку-то от этого вообще никакого. Я уже там где-нибудь схвачусь за дерево. Где-то там иду под домом. Непонятно, как пробираюсь. Короче, чуть ли не на карачках. Я доползаю до техникума. Значит, начинается у нас экзамен. И мне преподаватель наша такая говорит. Ну, ты молодец. Ты в налогах шаришь. Давай я тебе так поставлю. Да, прикиньте, да? Ради того, чтобы мне так поставили оценку, потому что я шарю, и смысла нету мне ни хрена спрашивать. Я перлась, просто материлась, рыдала. Я была такая злая. Я говорю, ну, может, я хотя бы один билет вытащу для приличия? Нет, не хотите? Давайте что-нибудь расскажу. Хоть определение. Что такое налоги? Зачем они? И почему? Какая классификация есть? Ну, пожалуйста. Какие декларации надо заполнять? А надо нет, как бы. Всё, иди домой. Вот, если бы не пришла, то не факт, что поставили бы. Да, тут я с собой согласна. Всякое бывает. Бывает за то, что ты реально ходишь, посещаешь, тебе уже просто... Ай, всё, там, молодец, давай там. У нас в... Я когда в университете уже училась, ну, что, мы заочники, нам это нафиг всё не надо, нам надо быстро прийти, там, что-то сдать, зачёт получить и бежать на работу. И у нас по статистике девчонка такая, кому хватит тройки? Там, ребята, мне хватит. Всё, она собрала зачётки, всё. Пуньк, идите нафиг. Кому надо четвёрку, отсидите, там, весь курс. Всю сессию, там, весь этот месяц на занятиях, я вам потом поставлю четвёрку. Кому надо пятёрку, напишите там ещё реферат. Ну, я написала, конечно же, реферат, там, какую-то ещё контрольную написала, что-то там ещё сделала, и по итогу получила пятёрку. По статистике. Да, вот так. Я молодец. Впервые минус один сегодня, а так было 10-19. Слушай, ну, блин. Шикарная зима. Мне иногда, знаешь, вот мне иногда хочется тоже, чтобы у меня была такая прям, ну, айтовая какая-нибудь зима, а потом понимаю, что... А я уже привыкла. Вот к этим качелям. Сегодня минус 40, завтра ноль, потом опять минус 40, потом опять ноль, потом опять минус 40, потом опять ноль. Мне кажется, просто метеозависимые люди там бегают, и сначала об одну стенку ударяются головой, потом бегут обратно, в другую стенку ударяются головой. Там просто, мне кажется, может с ума сойти. Давление так скачет. У меня уже, кажется, все там ложится и умирать. Экзамены онлайн. Это, слушай... А, ну, как бы это прикольная тема, но... Но... Я как-то за одну свою коллегу сдавала экзамен по теории вероятности. Она, конечно, приходит на работу, так и так говорит. Я вообще не шарю в теории вероятности, а у меня тут вот надо пройти экзамен. Ну, просто тупо тестирование там. Какие-то задачки минимальные были, что-то там еще какая-то фигня. Ну, и мы, короче, на работе. Я там залогинилась под ней и сдала ей экзамен. Вот так. У меня, короче, когда... Когда я еще в техникуме училась, мы... Произошло у нас, короче, присоединение к Московскому институту экономики что-то там, статистики там и еще чего-то. И... Должны были там у них переделывать сдачу экзаменов. Прям, короче, ты сидишь вот так вот на камеру и какие-то тесты пишешь, что это ты, чтобы было видно и лицо, и там руки твои, чтобы, короче, там не жульничали и никто там ни за кого не сдавал. Ну, я, короче, так и не знаю. Я по итогу выпустилась и... Я даже не знаю, если честно, они сейчас функционируют. Вот мой техникум, он жив или не жив, потому что там, на самом деле, здание на тот момент, когда я училась, уже было в состоянии хрен пойми какому. Вот они к Москве присоединились, стали филиалом. И... Я что-то вообще даже без понятия. Прошло уже черт знает сколько лет. Сколько лет прошло? 15 лет. А-а-а, кошмар! Как время быстро летит! А у меня есть вкусные конфетки. Они такие маленькие. Они называются тебе и мне. И они очень вкусные. Есть кокосовая, есть мятная. И я хожу и всех угощаю ими. О, я приходила, короче, на днях к своему программисту. У меня, по-моему, или во вторник, или в среду у нас, короче, приключился полнейший коллапс. У нас все сломалось. У нас перепутались четные и нечетные недели в программе. Все пошло крахом. Все пошло прахом. Мне звонят агенты в 7 утра. Так и так. Кать, все плохо. Все сломалось. Ничего не понятно, по какому маршруту ехать. Я говорю, подождите, все, стопы, дайте мне 5 минут разобраться. Я вроде более-менее разобралась. Пошла, короче, к программисту. Захожу. Говорю, Сергей Юрьевич, я к вам. А у него рабочий день начинается в 8.30, а у меня рабочий день начинается в 8 утра. А на работе, по факту, я уже в 7. Ну и, короче, а я пришла к нему, что-то там было 8.25, что ли. Он такой, ты рано пришла? Я говорю, нет. Я слышу, там что-то мужики уже угорают. Типа, ты что его там мучаешь с утра пораньше? Я говорю, у нас проблема. Он такой, ну я голову не помыл, я не готов. Я говорю, вы и так прекрасны, давайте работать. Он просто офигел от моей наглости. А я нашего программиста безумно боюсь. Он такой, дядька уже взрослый. Он любит ругаться. Он любит говорить, что я тупая курица. И все мы тупые курицы. Нифига не думаем головами своими тупыми. Ну потому что они у нас тупые. Как мы будем тупыми головами своими думать? Ну, несерьезный вообще подход у него к этому моменту. Ну и, короче, все. По итогу он мне помог, конечно же. Он такой говорит, ой, а я решил сделать благое дело. И поставил вам календарь как вот по производственному календарю. Я говорю, нам не надо так. Нам надо, как вот наша программа умная считает, что вот первая неделя это вот первая неделя, вторая неделя это не со второго января неделя, а вот как надо там. Короче, у нас вот путаница произошла по нумерации недель. он решил подправить. Я говорю, не надо, верните все назад, пожалуйста. Потом я еще полдня исправляла вот это вот то, что он решил нам благое дело сделать. Такой сидит, ну а что, у нас отделов много в компании? Вот кому-то надо, а вам не надо. А может, все-таки вам надо? Я говорю, не надо. Верните все назад. Блуднео, привет! Да, мы довели Прогера. Он на самом деле очень злодядька. Я его безумно боюсь, но на самом деле я зря его боюсь. Я к нему сейчас прихожу, он сначала такой насупится на меня, что-то там пофурчит, а потом по итогу, блин, мягкий, пушистый медвежонок. Все, поговорили, он все. Ну ладно, давай, пока. А, так я что хотела рассказать? Я еще пришла к нему, даю ему конфеты, вот так вот, я вам конфеты принесла, и такая ему пододвигаю. Он такой, не надо мне твои конфеты, просто отшвыривает их в меня. Я говорю, надо вам мои конфеты, он, не надо мне твои конфеты. Я говорю, ну возьмите кого-нибудь, угостите конфеты. Ко мне никто не ходит просто так, всем от меня только и что-то нужно. Я стою просто у меня, от того, что у нас вот этот сбой произошел, глаз дергается, и тут он еще такую мне детскую претензию кидает, ко мне никто просто так не ходит, вы ко мне только по делам приходите, вот просто так бы в гости заходили. Я говорю, я вас услышала, я поняла проблему, я говорю, я буду просто так в гости заглядывать. Я же к вам захожу поздороваться. Ну это ты просто поздороваться заходишь. Такой, господи, боже мой, зайка. Я сегодня заглядываю к нему, здрасте, и побежала, занята была сегодня, у меня что-то пипец, прям работа была выше крыши. И потом вот просто херакс, у меня такие ОППшники говорят, а нам надо вот это, вот это сделать. Я говорю, блин, у меня доступов нет, надо Сергея Юрьевича просить, на программиста нашего. Все, пишу письмо, так и так. Думаю, блин, вот хотела не обращаться к нему, хотя бы один день, просто не доставать его, но по итогу все пошло прахом. И я его достала и сегодня. Я его всю неделю мучила, бедолага, как этих бедных двух таксистов, заболтала до смерти и его замучила работой. Я вообще злыдня. Вот сейчас у меня еще, если будет открываться филиал, если... Да не если, а когда вот это все начнется, то там тоже ему придется попахать. Потому что там многого я... У меня даже доступов нету, и там будет делать он. Буду его мучить. Он скажет, ты что, офигела что ли? Ты что? А я скажу, а ничего, давай работать. Вот такие вот дела, ребята. А вы заметили, как уже просто 46 минут у меня вот не затыкается вот это вот все, не закрывается мое... То, что ниже носа. И болтаю безумолку. Спросите у меня что-нибудь, я еще расскажу. А я могу. Ой, а, короче, я еще вам расскажу сейчас одну историю. Как я забуксовала у себя на парковке. Я, короче, ездила в город. Возвращаюсь из города. Намело снегом. Вот так вот выше крыши. Я еду. У меня тут рядом деревня. Как бы там дорога очень-очень узкая. И... И снега много. И я такая там начинаю кое-где. Там стягивает меня куда-то в сугроб. Я выезжаю. Вроде такая вру-вру-вру. Все нормально. Все хорошо. Все, блин, получается. Вроде не застряло. И такая потом подъезжаю уже к себе. Заруливаю на парковку. Заезжаю. И такая, думаю, сейчас я чуть-чуть снежок утрамбую. Чтоб все было чики-брики. Эй, блин. Просто пипец. Я заднюю включаю. Такая назад. Тынь-тынь-тынь. И она такая вру-вру. Привет. Я... В смысле вру-вру? Привет. Вперед давай. Она... Не поеду. Назад. Не поеду. Я, блин, думаю, ну все, пипец. Застряла у себя на парковке. Думаю, ну вообще бомба. Просто перед домом. Умудрилась. Но я там по итогу что-то там две минутки поковырялась туда-сюда. Там всякие разные колесики повыкручивала. Там с раскачки попыталась. Ну по итогу выползла. Ну господи. Вот это была бы стыдоба. Я как-то раз... У меня было такое, что пришлось вытаскивать машину с участка. еще когда у меня не было сделано парковки. Еще когда дом только строился. Все вот это вот строилось. У меня просто была земля. То есть там труба лежала, где ливневка. И просто было засыпано там чуть-чуть щебнем. А машину где ставить, там ну просто земля. Прошел ливеняка. Все вот это вот жижа непонятная. Надо ехать в город. Руньк. И приехали. И она не едет. А еще там мокрая трава, всякая вот это вот, одуванчики полевые. Лекарственные представители семейства сложноцветных. Ну и пипец просто был. А еще поселок-то только-только строится. Народу мало. Нифига никого нет. Блин, кто кто вообще вытащит? Как вытащит? Что вообще происходит? Как быть? Куда деваться? Ну, по итогу все хорошо. Все нормально. Все живы, все целы. Пострадали только одуванчики. А так все отлично. Я, кстати, наверное, завтра уберу елку. Реально, я, блин, так старалась. Ее наряжала. Думала, вот на каникулах мы постримим под елочку. Все вот это вот веселое. Такое будет огоньки. Все такое классное. Будем петь песни новогодние. Попели песни новогодние. Я еще такая думала постримим игрушки, там что-то кто-то ж хотел, чтобы я в этот, в Калисту поиграла. Я еще сначала такая думаю, надо, наверное, в Dead Space поиграть, вспомнить, как это было. Ну, и потом, как бы, еще в Калисту поиграть. Мы еще тут с Владом договаривались, когда мы, не помню, в декабре, еще, может, в ноябре. Время летит безумно, я уже даже запуталась в месяцах. У меня же все потерялось, этот жесткий-то грякнул. А мы с ним играли в A Way Out. И я ролик один делала на половинку прохождения и думала сделать второй ролик на вторую половинку прохождения. Но по итогу все у меня кануло в лето. До свидания. Все записи видео вместе с жестким умерли. И я такая, говорю, может, мы ее застримим? Так-то игрушка прикольная. Некоторые моменты помню, некоторые моменты не помню. Но она забавная, блин, там прям, ну, мне очень понравилось. Надо ее, может, постримить? Да, да, надо. Можно, ага, ага. То есть там, в принципе, на два стрима будет. Постримили. О, а мы, кстати, с Владом? Влад, вообще, ты там? Нет, а? Что происходит? Почему я не вижу сообщение тебя? Мы играли в Капхет. И, значит, он спирал на то, что у него плохое соединение, по итогу я тащила. Вот так. Я со всей гордостью заявляю, что я играла лучше Влада. Да, да. Я, короче, его прям уделала в этом вопросе. Ну, он все, это интернет, виноват, это интернет, виноват, это не у меня руки, кривая, это интернет виноват. Но мы все-то знаем, как на самом деле. Екатерина просто иногда умеет играть, когда хочет. Я не знаю, что еще рассказывать. ты в нее играл? Боже, я, мы там, наверное, три или два этапа прошли. Я еще с Вовкой стримила ее, мы там толком нифига не прошли, просто жопа подгорала. и вот потом мы с Владом просто так играли, там еще же дополнение вышло, там втроем можно играть, как я понимаю, но надо хороший интернет, чтобы можно было, мне кажется, прям нормально поиграть, а не так, что там один где-то впереди убежал, второй где-то тупит или стоит, грузится. короче, не знаю, но она жесткая, прям, прям как у меня от нее жопа горела, как от Дарк Соулса, по-моему. Кстати, ты один проходил? О, боги, да там тяжело, мне кажется, в одну каску играть, нет? Да, слушай, у нас хороший дешевый интернет, вот мы с Владом разговаривали по этому поводу, он там, блин, вообще нифига себе, как так? Как так? Почему? То, в принципе, у меня знакомых много, кто говорит, там, это вообще просто зависть. У меня есть родственники в Германии, я помню, мы с ними по скайпу как-то разговаривали, это была просто катастрофа какая-то, реальная катастрофа, 10 лет назад это было, у меня уже там скорость вообще бомбическая, а они там что-то пэквит, бэквит, мэквит, вообще какая-то вакханалия происходит непонятная, по итогу так, потом попереписывались и все, там, по видеосвязи толком не поговоришь. Мы еще горали с Владом, я, короче, ставлю на закачку, как, ну, мне все же вместе с жестким сдохло, и надо заново игрушки качать, ну, я ставлю, как бы, на закачку, я говорю, ну, скачается, там, через, например, там, 20 минут, грубо говоря, он мне скрин кидает, у него, там, эта игрушка качаться будет, что-то там, один день, там, он пишет, ты сдохла, сука, ну, образно, да, мне кажется, он там думал, ах, ты мразь, откуда у тебя такой интернет, почему, так, давай, какая у тебя была история 24 декабря, рассказывай, ты пошла в магазин, ага, блин, нифига, все закрыто на Рождество, да, у нас нифига не закрыто, просто, вот, все наоборот, открыты, и еще, конские наценки на товар делают, чтобы люди просто, тратили баснословные бабки, я шелестю фантиком, я сейчас буду жрать конфету, слушай, я вообще терпеть не могу, когда магазины битком людьми набиты, я прям вообще терпеть не могу, ходить по магазинам, когда толкучка, мне прям хочется поубивать людей, если честно, и все стоят на кассу, и время подходит к закрытию магазина, все с бухлом, зига, выходит сотрудник и орет, кто оплатит карты, тому, какой-нибудь подарок, у всех типа наличка, что ли, или что, типа открыл, открыл дополнительную кассу, и типа где можно оплатить только картой, слушай, у нас иногда тоже в магазинах такая фишка бывает, типа у кого по карте, проходите, нет, что, а, самообслуживание, слушай, у нас вот кассы самообслуживания, вот как минимум, в магнитах у нас, по-моему, где-то есть, там все такое тупое, просто, вообще, тупое, и у тебя там все тупит, и ты такой, подойдите, пожалуйста, и к тебе этот идет, бедный сотрудник, что-то там карточки свои пикает, ну, что вы тут сделали, давайте пересчитаем, вот в Икее прикольно было, там нормально все было на кассах самообслуживания, ну, все, нету Икее, а так хотелось бы, у меня кухня недособрана, у меня реально не все фасады на кухонном гарнитуре, я периодически там заезжала, покупала там пару ящиков зарплаты, там пару фасадов, и все, а потом, когда вся вот эта фигня началась, я что, думаю, это все вернется, все вернется, все вернется, почему никто не хочет платить карты, в чем проблема, у меня вот все на карте, у меня иной раз наличку надо, это, просто ходишь и, а у тебя есть, давай махнемся, а что Косты смотрели, типа, какие-то у нее там, она ведьма, что у нее там в телефоне, она ведьма, это как, знаешь, вот сейчас у нас карты, которые вот так вот впихивать, это уже просто вот, ну, для нас это прошлый век, и ты такой, у меня карта еще, которую надо впихивать, то есть у меня нету там с этим, прикладываешь, и она считывается, да, черная магия, именно, просто, она в Когвартсе училась, сто процентов, слушай, реально бы сжигали, еще и руку бы отрезали, мне кажется, типа, как она это делает, и просто потом этой рукой отрезанной, там, куда-нибудь пикают, тыкают, но очереди иногда реально огромные, хорошо, когда есть кассы, самообслуживание, в принципе, главное, чтобы все работало нормально, а не через пень-колоду, в Вене все наоборот, там все ломятся на кассы самообслуживания, и все просто как магистры черной магии, оплачиваются телефонами, и сетчаткой глаза, бесконтактные оплаты, все пользуются, да потому что это удобно, просто тебе не надо там, как это, помните, вот, я думаю, сто процентов народ, вы видели, вот эта вот бабулька достает из своей сумки мультифорку, разворачивает, достает денежку, достает отдельную мультифорку, в которой находится мелочь, это еще мелочь там считает, и вот, вот, бесконтактная оплата, это же и вообще кайф, народ уходит от налогов, поэтому у них черный нал, я все поняла, все ясно нам, слушайте, мы сегодня вообще будем на инструментах играть, или мы не будем на инструментах играть, о, кстати, я вас хочу познакомить с зайцем, сейчас, у меня же заяц появился, у него огромные уши, и у него очень-очень-очень длинные ноги, он такой весняк, прикольный, он у меня, короче, некоторое время жил на работе, потом я его забрала домой, когда он у меня жил на работе, я его брала в обнимку, и вот так вот, и прям спать так хотелось с ним, а потом он у меня сидел, у меня третий стол есть, который никем не занят, и у меня там была зона такая, короче, ну, типа новогодняя подарочная зона, там были всякие коробки с подарками, всякие приколюхи, и он там сидел, такой начальник, у него тут маленькая елочка, еще стояла, которую я сделала из бумаги, и жестких этих маленьких, тонких мишуринок, вот, и он, короче, там был начальником, отвечал за сохранность подарков, вот, еще мне на Новый год подарили деревянный пазл с картинкой Бэтмена, мы его собрали, ну, правда, с перерывами, понятное дело, работу никто не отменял, работу надо делать, но мы его собрали за два дня, грубо говоря, потом я, я его забрала домой, и на каникулах я его собрала где-то, наверное, может быть, часа за три, Влад угорал, спрашивал, где видео, как ты собираешь очередной пазл, но, я не знаю, думаю, что не стоит делать очередное видео, как я собираю пазл, могу потом показать картинку, еще у меня, короче, появился деревянный пазл на тысячу элементов, там этническая барышня, очень-очень красочный, очень сочный, этот пазл собирался несколькими людьми в течение примерно трех или четырех дней, я не знаю, в одну каску, там, я его когда домой заберу, сколько я буду его собирать, вообще без понятия, но мне кажется, одна я буду собирать очень долго, я, короче, когда его заказывала, думаю, почитаю отзывы, и там люди такие отзывы пишут, боже, мне прям это, ну, прям реально людей даже жалко стало, там такой отзыв был, все, типа, замечательно, но мы выпали там на несколько ночей, просто сидели люди, там, днем работают, ночью они приезжают домой, собирают пазл вместо того, чтобы отдыхать, такие, типа, все замечательно, ну, мы просто выпали на несколько ночей, 72-часовой стрим по сборке, при этом, это, как бы, получается же, там надо будет и отвлекаться, там, на покушать, я буду вам это еще чавкать периодически в микрофон, просто, ням-ням-ням-ням-ням, будете слушать, надо же будет еще кемарить, да, зайка, да, у меня вообще, на самом деле, сейчас батальон игрушек, прям батальон игрушек, я уже даже не знаю, куда девать, я его сначала посадила на комод, он у меня на комоде, на каникулах сидел, а потом, короче, я думаю, ну, я на работу сейчас, как буду ездить, туда барышня залезет на комод и откусить нос моему зайцу, ну, и я его убрала, убрала его в шифонер, просто у меня есть такой выдвижная корзина, и там лежат мои домашние шмотки, в которых я дома хожу, и я его туда посадила, он там сидит у меня во всяких моих домашних штанишках, бедняга, потому что одевать некуда, мне надо какой-то, я не знаю, какой-нибудь шкаф уже прям для игрушек делать, а я, слушайте, я не помню, я вообще вам рассказывала или не рассказывала, у меня есть медведь, мне дарили медведя, когда мне 30 годиков исполнилось, он примерно, примерно вот такой мишка, он у меня, кстати, как-то на стримах сзади тут стоял, он красный, сделанный из фетра, цветочки, и у него, короче, вот тут он держит сердечко, сердечко беленькое, тоже из розочек фетровых, и он, короче, он долго у меня вот тут стоял под телеком, с каюха не трогала его, вообще ей пофигу на него было, и тут, короче, как-то я приезжаю, она этого медведя достала из вот этого купола, в котором он стоит, она погрызла крышку от купола, она отгрызла ему ухо, она попотрошила ему руку, попотрошила ему нос, и все, и все, я думаю, ну все, хана, просто выкидывать медведя придется, ну, по итогу, у меня, короче, есть пистолет, такой, который, ну, клеевой, ну, я с горем пополам, там, где-то пообрезала эти цветочки, там, подправила этот фетр, подвыровняла с горем пополам, склеила его, и поставила на шифонер наверху, пусть стоит там, там она его точно не достанет, просто вообще дикая зверюга, она может все сожрать, знаете, ребят, периодически бывает такая фигня, короче, я когда долго задерживаюсь, когда чуть попозже приезжаю, она начинает психовать, понятно, что ей, да, это вон я туда наверх смотрю на медведя, так вот, про что я, она начинает расстраиваться, я это прекрасно понимаю, я ее всегда пытаюсь задобрить какой-то вкусняшкой, какой-то игрушкой, еще чем-нибудь, но бывают такие моменты, что задобрить ничем не получается, и эта мадемуазель достает на кухонном столе докуда угодно, иногда она берет самый-самый большой нож, хотя вот все убрано, да нельзя далеко, она берет самый большой нож и несет его к входной двери, это вообще как, ты что там хочешь, ты кто-то приходил, ты кого-то там отпугивал, или ты хотела суициднуться, потому что меня долго дома нет, что в твоей головушке, причем она ручку от ножика не грызет, слава богу, она там не умудрилась никак порезаться, ничего там, все нормально, она кобыла уже просто, она реально кобыла, она встает на свои вот эти задние лапы, и передней лапой она на столе дотягивается до всего, что только хочет, она мне периодически приходит и включает плиту, я что-нибудь готовлю, она подойдет, такая, ой, а что у тебя там, и своей лапой чик по сенсорной этой панели, и все, здрасте, она там мне вместо пятерки там ставит девятку, и у меня там все мясо начинает оперативненько подгорать, потому что плита индукционная, и она очень-очень-очень быстро греется, короче, кобыла та еще, блин, это собака, вот от нее надо все прятать, игрушки прятать, ножи прятать, потому что ты можешь приехать домой, а тебе просто вот это вот, помните, есть видюха, где этот крабик, ему нож вставили, он такой идет с этим ножом, тык-тык-тык, и у меня, короче, собака так же, может быть, когда-нибудь будет, ты пришел, она тебе просто бинг, сразу пырнула, и все, и довольная, ах ты, ты где был, ты где шлялся, на тебе нафиг, Фрос, ты хочешь быть этим зайцем? Я бы тебя зажамкала, а когда я жамкую, можно уснуть, кухонный стрим еще устроить, слушай, да, можно, в принципе, кухонный стрим устроить, как я жарю блинчики, и потом их ем, у меня иногда бывает, вот я что-нибудь реально приготовлю, и даже не попробую, и все это куда-нибудь уперло, и это все где-нибудь там съели, мне просто надо готовить, Ах, вкусняха, так, ребята, с зайцем мы познакомились, мы познакомились с зайцем, а, что я еще хотела рассказать, значит, я же в комнате у себя чуть-чуть косметический ремонт такой, никакой сделала, стены у меня теперь более белые, подоконник до сих пор в малярном скотче, и я такая, думаю, надо мне на кухне тоже организовать, сделать у меня так же потолок, ну, потолка нет, у меня просто вот крыша вот так идет, и она была не крашеная, ничего там никак, никакой отделки, ничего, я думаю, надо мне стены, и потолок тоже сделать беленьким, и получается, где кухня, и где зона зала у меня так же, но зона зала у меня, стены обшиты вагонкой, а потолок просто там гипсокартон, этот серый непонятный, и значит, что, я покрасила, где зона кухни, у меня так светло стало, прям так замечательно сразу, когда вот стены стали белые, вот, а где зона зала, я до сих пор не могу добраться, и покрасить там потолок, я думаю, так, ну все, я, наверное, на вот этих выходных точно этим займусь, занялась, вот эти вот выходные, у меня, скорее всего, тоже ничего не получится, потому что я буду заниматься работой, ну, короче, потихоньку, в принципе, потихоньку, занимаюсь ремонтом, самое веселое, не переживай, ты ничего особо не пропустил, у нас ничего такого не было веселого, мы обсуждали веселого зайца, вот такой хорошенький зайчик, уши у него забавные, просто его ушами можно укрываться, хочешь, можешь с ним реально спать, и укрылся, и тебе кайфово, мы сегодня будем на каком-нибудь инструменте-то играть с вами, нет? что у меня камера сегодня вот все время вот это вот фокусируется, что-то, наверное, может ей драйвера обновить, я уже забыла вообще все, абсолютно, надо открывать аккорды, помните, помните, есть песенка сектор газа, пусть одежду ветер рвет, я ее обычно на я ее обычно на гитаре брынгала, а тут я такая думаю, а почему он, а не я, вот так вот, думаю, почему не на укулеле, и попробовала на укулеле, в принципе, вполне себе можно поиграть, так, давайте я сейчас загуглю, мне потому что надо открывать и слова, и аккорды, тебе бы обновить кружку чая, слушай, беги скорее, обновляй кружку чая, Гефес, давай, 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 пока-пока, надеюсь, у тебя с твоей производственной практикой все будет хорошо, и по итогу ты в ближайшее время обновишь свой комп, у меня вот тоже были мысли водянку купить, или или карту захвата, у меня просто есть возможность поиграть в God of War в Рагнарька, на плойке, но стримить с плойки все, не алло, а если бы была карта захвата, то можно и постримить, плюс еще есть Horizon, который второй Horizon, тоже в него можно поиграть на плойке, вот, а у меня, прикиньте, не подрубается, не открывается сайт, он говорит, что что-то с доступами, у вас что-то с доступами, Екатерина, вам срочно нужно что-то сделать, а что сделать, непонятно, и вот и все, и я же не помню вот так вот на память аккорд, давай попробую открыть с телефона, потому что с телефона у меня все открывалось, а с компанией фига не открывается, я точно знаю, еще знаете, какая проблема есть, многих исполнителей сайта amdm.ru поудаляли из-за типа АП, вообще зашибись, и ты такой, оп, у тебя в памяти этого нет, и все, и нигде нет, да, 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 вам срочно нужно погибнуть ваш регион, мы сегодня писали письмо об основании по повышению заработной платы, и на один сайт ссылались раньше, неплохой очень сайт, на нем куча статистики по разным городам, по разным регионам, по разным странам, и заходишь на этот сайт, и написано в связи с тем, что происходит вакханалия, все данные по Российской Федерации удалены, по Российской Федерации и по Беларуси, все, просто сосите, идите где хотите, берите себе информацию, вообще, просто, вот так вот, Карлос Ариас, hi, hello, можно еще сказать бонжур, я уже забыла все эти здоровки, так, все, сектор газа, укулеле, вот с телефона стопудово откроется, вот стопудово, и сейчас хуяк не открывается, просто, иди нафиг, сейчас все скажет мне, никаких тебе аккордов, сиди, прикинь, реально не открывается, это какой-то бред, о, у меня уже минус 26, погода сейчас, всплыла, оповещалка, много сайтов пропало, да вообще пипец, на самом деле, у нас остался, что только, нормально, полноценно, Росстат остался, все, все, ты можешь идти только, блин, на Росстате что-то искать, все остальное, просто какая-то фигня, не открывается, прикинь, вообще, с телефона нифига не открывается, хочешь такую погоду? У меня с каюха, просто вот, мам, что происходит? У меня ноги замерзли, у меня лапы замерзли, она начинает, вот прям задними лапами буксовать, вот когда она промерзает, бедолашка, ну, ты что за дела? Мам, пойдем домой, бедняк вообще, тепло, слушай, для вас минус 30, это прям печалька, для нас минус 30, более-менее нормально, потому что у нас другая влажность, вам минус 25 уже просто вот, а у нас, ну, у нас в минус 35 где-то, а в Якутии у них минус 60, это р-р-р-р, сейчас я потуплю, вот тяжело, когда ты не играешь, долго не тренируешься, вспоминайте, да, я обычно перед музыкальным стримом, я всегда потренируюсь, у меня потом болят пальцы, они даже не сгибаются, потом они вот так вот облазают, потому что все в мозолях, а тут вот все. А тут другой, все не так уж и плохо, да, в принципе, но можно и лучше, был в Мурманске в минус 30, ну, блин, вот где водичка, где влажно, там прям печально, вот это да, вот это прям я согласна. А теперь пошел припев. Пусть одежду ветер льет, ураган пускай ревет я, а слушай, тут другие должны быть аккорды. Я по твоим соскучился, губа. Ссаные аккорды. Надо искать другой сайт. О, я могу подрубить. Что? ВПН. Естественно. Что за глупости? У меня же есть. Я иногда запускаю, короче, ВПН. Мне иногда надо. И он мне такой говорит, в вашем регионе данное программное обеспечение не поддерживается. Я просто говорю, чего, блин? Вы что, угораете, что ли? Вообще, бомба просто. Как придумают какую-нибудь фигню. Сидишь там, что-нибудь перезагрузишься, перезапустишься на 10 раз. О, все, я в Чехии. Как думаете, заработает? Очень хочу, чтобы заработала. Ну, пожалуйста, заработай. Я тебя очень прошу. Не хочет. Это фаталити просто. Это просто кошмар. Это просто ужас. Как такое может быть? Я не представляю. Давай хотя бы куплет, припев, пожалуйста, найдем. Вот я не помню, какие там должны быть аккорды на переход. А может быть, даже вот так. Ешка, что ли, там или нет. Вот нельзя так поступать. Вообще, злые люди просто заблокировали к чертовой матери. И ты сидишь такой, и все. А что вам сыграть, ребят? Какую вам песню сыграть? Я смогу вам сыграть все, что угодно. А, нет, я передумала. Не смогу. Бомба, да? Вообще, огонь. Выполните диагностику сети Windows. Мне рекомендуют сделать компьютер. Я вообще в восторге от происходящего. Вот я когда-то давно хотела сделать себе этот... Песенник. Чтобы нормально у меня все это было с аккордами, все, чтобы было хорошо. И, конечно же, у Екатерины не хватает времени, чтобы сделать песенник. Ну, вот и все. И на этом все закончилось. Все, вырубаем ВП, но он нам не поможет. И тут реклама Ведьмак. Я не доиграла ведь Ведьмака. Когда-нибудь надо доиграть. Возможно. А возможно и нет. Пожалуйста, надо что сделать? Надо перевести, что там такое. Что-нибудь на окно позади, чтобы никто не видел, что у меня дома. что-нибудь положу. Кого-нибудь положу. Возможно. Но это не точно. А что я еще могу? Ну-ка. А, я на восьмом этаже. Ну да, слушай, это было бы забавно. И там голуби такие к тебе стучатся, такие А ты закрыл такой Это мое зерно. А там на подоконнике зерно лежит. Пшено всякое там. Вот это кусочки хлебушка. А, боже мой. Подождите. Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладу превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Ну, хоть какие-то аккорды мы нашли. Да? Повезло. Как же нам повезло. Ну-ка, слушайте, а Северный флот вообще есть? Их, наверное, тоже же это грохнули. У меня что-то в последнее время это на Северный флот прям надо мне что-то вот их сушить. Мне кажется, наверное, на АМДМ всё по максимуму, блин, позакрывали, что только можно. Хотя, может, я и наговариваю на них. Так. Чой-чой и какие я люблю песенки у Северного флота. Запрещают песни Цоя Агата Кристина Утилус Помпилус Зиверт. Зиверт, вообще, я так расстроена, господи. Её песни ещё просто топовые. Ой, Хантер, привет! Привет. Наконец-то я дождалась. Я не могла закончить стрим, пока ты не явишься. Вот сидела, полтора часа, болтала и ждала тебя. Почему ты про мои стримы узнаёшь очень поздно? Я не знаю. Слушай, сегодня вообще просто случайно. Всё сложилось сегодня прям очень случайно. Я вообще не думала, что мне хватит сегодня сил и энергии, но видишь, пока что я ещё это балаболю своим ротом. Влад, привет! Привет! И тебя с Новым годом! Ребята, да, всех с Новым годом! Я с вами впервые в Новом году вижусь. Из новостей, из новостей у меня повышение. Да, и я теперь маленький начальник. Начальствую сама над собой. Вот. Вот такие вот дела у меня. А у вас что хорошего? Споём частушки? Про деда Максима песенку опять матерную хочешь, что ли? А? Подожди. Давай-ка я хочу посмотреть Северный флот. Какая? Какую я песенку люблю? Какую я песенку люблю? Её хорон люблю, да? А, мне ещё странник нравится, но я её не это, не лощи с ней. Вот с этой я тоже не алло. Вот я когда в машине еду, я всё пою. А вот когда возьмёшь гитару, нихрена ты не всё поёшь. Екатерина. Держу в курсе, если ты вдруг не знала. И вы если вдруг не знали, то я вас тоже держу в курсе. А, ну вот это. Сейчас. Тут надо мне гитару взять. Да, спасибо за поздравление. Сейчас я достану свой инструмент. У меня всё в чехлах. Я не подготовилась. Возможно, она даже ещё не расстроенная. мы узнаем это. Не про деда Максима, а про всяких девок. Девки в озере купались. Ты про эту что ли, а? Ну какой ты безобразник, а? Как тебе не стыдно о таких частушках вспоминать? В присутствии да. Так, подожди. Давай проверим, строим мы или не строим. И мы такие сейчас. а мы не строим. Первая готовая. Вторая готовая. Третья вообще готовая. готова. Сейчас быстренько. С тюнерами вообще все шикарно. Всегда все быстро настраивается. Отлично, замечательно. шикарно. Откуда это вступление? Кто знает? Ну что, вы готовы, дети? Это должен быть. капитан? Акваланг девки нашли? Они не акваланг нашли, хантер. Что ты обманываешь? Они там совершенно другое нашли. Я помню, как было. Я слышала эту частушку. Я прям тебе зуб даю. забыла вообще мотив даже. А возможно там и не так а возможно вот и не так возможно по другому по итогу сейчас будем это господи я уже забыла какие мне там звуки не ничего ну Желаешь, расскажу, Коля, желаешь, расскажу. Замущенной дорогой я вывел все силы, в доме лесника я ночлега попросил. Попросил! Против короля Иши Таи Северного флота ничего не имеем? Это замечательно, это хорошо. Сейчас мы повыбираем песенки, и потом будем их сидеть и петь. Мне сейчас еще надо просто повспоминать, я вообще сам мотив помню, я вообще понимаю, что происходит или не понимаю. Я вообще осознаю, где я, что я, кто я и почему я. Мне кажется, у меня просто сейчас третий заход, как было с теми двумя таксистами. Потом завтра я просто буду такой молчаливый енот. Я проснусь, и просто у меня не вылетит ни одного слова из моего прекрасного рта, потому что я сегодня с вами наболтаюсь в усмерть. Так и будет, скорее всего. Ну-ка, погоди-ка. Не торопливо течет в адом, Издалека идут сюда, Совсем не оставив в траве следа. Люди приходят ко мне и монету одну несут. Оплатить мой нелегкий труд, и я не вершу над ними суд. Просто везу при луне на лодке темной. В серый одетый скромный плащ. Не жалуйся, не плащ. Стенанья без... А почему? Почему на ДМ вдруг решили они перейти? Мы сейчас будем по итогу свои песни придумывать. Да? Ой, блин, сейчас у меня что-то в голове была какая-то фигня, и я забыла. А я могу, не практикую. Это помните, как что-то было? А знаете что? А нет, не знаете, и не расскажу. Я сегодня красивая? Блин, спасибо, Хантер. Я старалась. У меня вот, видишь, у меня волнушки такие. Это называется гофры. У меня такой хвост пушистый, у меня вот тут все такое пушистое. Я примерно час трачу, чтобы вот эту всю красоту сделать, и я потом вот такая вся пышная хожу, прям как львица, такая прям вся... Вот так, да. Ой, дурын, да. Да? Ой, слушайте, есть песенки, в принципе, питаем того же сектора газа на этом. На АМДМе. Прикольно. Блин, я помню, что это... Я как-то какую-то песню Мияги хотела, разучивала, и по итогу я... Забыла, какую песню я пыталась выучить. Куда ошейник дело? Сущаонь на собаке. Все, она себя плохо вела, я ее заковала, она ходит в ошейнике. Не, шучу, конечно, я ее не обижаю, потому что она меня сама может обидеть и сожрать. И вообще ножом как бы меня там может порезать, потому что она, вот я рассказывала, периодически это делает. Домой приезжаешь, а у тебя на входе лежит просто ножик, и как бы... И все. И она такая, ну что, здорово, где шлялась? Ну я задержалась на работе, и она такая, разувайся, сейчас пальцы отрезать будем. А там реально нож такой, прям, прям огромный нож там. В наборе он был, и ничего с ним не сделаешь, никуда его не денешь. Мне кажется, им можно даже кому-нибудь кости разрубить, разрезать. Не будешь кормить? Нож под ребром. Блин, слушай, можно между пятым и шестым ребром слева, и будет мало крови, и прямо в сердце. Вот такие вещи я знаю. Но лучше не пользоваться. Твой звонок раздался ночью, Я услышал в трубке голос твой, Ведь я его так ждал. Промазала. Ты о ссоре позабыла, Ты о встрече попросила, Да, да, я и это знал. Пусть одежду ветер рвёт, Ураган пускай рвёт, Я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, Наплевать над злой туман, Но я приду, Ведь ты моя судьба. Злая ночь пугает тьмою, Тёмный лес передо мною, Да, я и об этом знал. Дико воют волки где-то, Надо мне пройти всё это, Ах, на земле настал. Ударников не хватает, Надо ударников. Мне надо маленькие барабаны, Я буду ногой там шлёпать под столом. Наплевать на ураган, Наплевать на злой туман, Но я приду, Ведь ты моя судьба. Пусть одежду ветер рвёт, Ураган пускай рвёт, Я по твоим соскучился губам. А дальше надо листать. Я вообще не люблю вот это вот Листать, что-то там пролистывать, А какие слова дальше? Я слова не помню уже. Когда песня будет там где-нибудь играть, Я да, я буду подпевать, А так я не это. Стучать рукой по гитаре вместо братья. Я тогда не буду, слушай, Либо вот тут вот делать чё-нибудь, Либо вот тут не буду делать. И будет по итогу просто Ходор. Вот так вот по итогу будет. Петь под караоке? Слушай, мы как-то пели под караоке. Мы как-то пели. Я умею под караоке петь. В принципе, неплохо. Но есть определённые накладки, Когда ты вот так вот на стриме. У меня есть накладки. Объяснила, да? Вообще шикарно. Там проблема в том, Что есть небольшой рассинхрон, И там вроде бы я от рассинхрона ушла, Когда настраивала. И ещё проблема в том, Что Голосина печально звучит. Если ты Там никаких эффектов не наложишь На голосину свою, То там Такое себе. Вот такое вот. Что у меня на ёлке делает такое? Она ищет Дори. Она не на ёлке на самом деле, Она на телевизоре. Я ёлку когда уберу, Акула останется. А на акуле ещё на плавнике У неё летучий мышь. Та-та-там! Они дружат. У них дружба. И в этом ничего зазорного нет. Каждый выбирает друзей, Каких хочет. Угу. И тут не надо никого осуждать. Мне надо вспомнить, Как с переборами. О-о-о! Ну, уже понятно, да, Чё это будет? Сигарета мелькает во тьме, Ветер, пепел, Лицо швырнул мне, И обугленный фильтр На пальцах Мне оставил ожог. Скрипнув сталью Открылась дверь. Ты идёшь, Ты моя теперь. Я приятною, Дрожь ощущаю, С головы дано. Ты со мною Забудь обо всём, Всё, Эта ночь нам покажется сном, Я возьму тебя и прижму, Как родную. Почему? Вот так. Нас окутает дым сигарет, Ты уйдёшь, как настанет рассвет, И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Почему-то там, короче, был ЦДЖ, ДМАМ, А потом опять ЦДЖ и ЦДЖ. Почему там ДМАМ должно тоже быть? Короче, вот на некоторых сайтах, на самом деле, знаете, вот напортачат что-нибудь с аккордами, А ты такой, ёптить, начинаешь это играть. Ё, да как вы такое могли придумать? Оно не так должно быть. Это хорошо, если у тебя слух есть, И там, опа, опа, так не должно быть. Сегодня стриптиз? Нет, никогда. У меня всё накладное. Только настоящий второй подбородок. А остальное всё накладное. Всё не моё. Всё вообще не моё. Давай второй куплет. Эротичный лунный свет Запретит сказать тебе нет И опустится плавно на пол Всё твоё бельё Шум деревьев или ветер ночной Сон заглушат твой и мой И биение сердца пылающего адским огнём Ты со мною забудь обо всём Эта ночь нам покажется стон Я возьму тебя И прижму, как родную дочь Нас окутает дым сигарет Ты уйдёшь, как настанет рассвет И следы на постели напомнят про счастливую ночь Твой бельё Почему с аэм они решили начинать Сэ Так прекрасны и мне так нужны Вот это у нас типа с вами тренировки такие Вот я когда сажусь что-нибудь побрынкать Вот оно у меня примерно так и происходит Игра на гитаре сопровождается чем? Бубнижом А когда мне надоедает, что там какие-нибудь не такие аккорды Всё, следующую Следующую Эротичный лунный свет раскроет тайну накладной жопы Возможно Но это не точно Ой, знаете какую песенку вспомнила? Не знаете Господи Сейчас загуглим О А? Чё? Нет? Вот же Нет, не она Вот это Моя любимая И я должна быть под корой стриженная А у меня во дворе Ходит девочка с корой Она любит мефедрон Она любит мефедрон А у меня во дворе Ходит девочка с корой И я так в неё влюблён И я так в неё влюблён Я глаза уберу с потолком В голове Я касаюсь твоих губ Языка Никогда Меня мама Убедит Итого Но я знаю Она врёт Она врёт Она врёт Всё равно Почему? Ты не хочешь с нами движ Просто ходишь и молчишь Просто ходишь и молчишь И не тупишь Почему? Ты не хочешь с нами движ Просто ходишь и молчишь Просто ходишь и молчишь И не тупишь А у меня во дворе Ходит девочка с корой Она любит мефедрон, она любит мефедрон А у меня во дворе ходит девочка с каре И я так в неё влюблён, и я так в неё влюблён А почему два раза тут идёт припев? Тут вроде один раз должен быть Я всегда думал дым в облаках голове Ты сигаешь на меня свысока навсегда Меня мама убедит и того Но я знаю, она врёт И я вижу твой полёт, твой полёт А у меня во дворе тело девочки с каре Тело девочки с каре Обнимаю, как барен А у меня во дворе тело девочки с каре Тело девочки с каре Обнимаю, как барен А у меня во дворе ходит девочка с каре Она любит мефедрон, она любит мефедрон а у меня во дворе уходит девочка скорее и я так в нее влюблен все сопровождается бубнижом вообще бомба это наркотики не знаю я думаю что он приводит каким-нибудь расстройством возможно по носу а возможно и нет чё еще вспоминайте что-нибудь какую-нибудь песенку чё хотите попробовать услышать а может и не хотите надо послушать нирвану я не умею ты что вообще такие вещи мне предлагаешь надо блин слушать некоторые песни мне реально надо сначала вспомнить а иногда знаете как я делаю я подрубаю себе в ухо песню и потом брынька и тогда быстрее соображаю как это должно быть сыграно вот когда ты садишься вот что-нибудь брынькать и по итогу получается что ты у тебя реально из башки вылетают просто вообще абсолютно все песни которые ты знаешь умеешь и можешь прикиньте вот так вот и происходит все что могли позволить маски срывал прочь душу держал мне воля пусть на щеке кровь ты спалишь на помаду к черту барьер слов а мы не ангелы парень нет мы не ангелы темные твари сорваны планки нам если нас просят чего мы хотели бы мы бы взлетели мы мы не ангелы парень нет мы не ангелы там на пожаре тратили ранги мы не тут таким и не доверия люди летят на наличие теперь мы не ангелы парень про русалку ой слушай это же вообще дичь дичайшая то что мы тогда пели это подожди там на суку это вообще вот так вот надо делать все ребята уберите пожалуйста неуравновешенных женщин и беременных детей от экранов это нельзя вообще никому никогда слушать все хантер это вот только для тебя и для взрослых адекватных людей там еще будет про мышь чё там там на суку сидит ворона с хуем во рту во лбу корона в эту темную ночь никто не в силах ей помочь а в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь баба яга баба яга сварила зелье звери в лесу все охуели в эту темную ночь никто не в силах им помочь а в эту лунную ночь никто не сможет им помочь там за рекой там за рекой ебут русалку сам водяной кидает палку в эту темную ночь никто не в силах ей помочь а в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь что-то про мышку нету что-то было кто-то в норе чего-то хочет и что-то мышка пипиську дрочит я еще я помню первый раз я когда пела я какие-то слова открыла что там просто я начала ржать потому что я была не готова к тому что мышка в норе пипиську дрочит ну в общем ладно ванька дурак на сером волке с криком пиздец сжибает елки в эту темную ночь никто не в силах им помочь а в эту лунную ночь никто не сможет им помочь никто не сможет нам помочь а у реки а у реки жареные раки с пивом холодным да ну их нахуй в эту темную ночь никто не в силах нам помочь а в эту лунную ночь никто не сможет нам помочь мышка в норе там дрочит там вот так было самое главное что было про русалку ты доволен? ты счастлив? я удовлетворила твою потребность в частушках непонятных я не заметила как реально два часа уже мы с вами болтаем так что еще у нас есть интересного? я даже не знаю я даже не знаю что еще у нас можно разводить костер разводить костер? жечь елку? нет, слушай, я не готова честно мне кажется рано мне больно видеть белый свет мне лучше в полной темноте я очень много-много лет я мечтаю только о еде мне мне слишком тесно в заперти и я мечтаю об одном скорей свободу обрести прогрызть свой ветхий старый дом а почему на АМ заканчивается? там по-моему должно на чем-то другом заканчиваться по логике вещей в моей голове ну как мне кажется вообще никак не катит туда по-моему поэмка мы будем это все Екатерина сыграла либо куплет либо припев и идем дальше вы согласны? на такой непонятный стрим нет я на самом деле ребят вообще не рассчитывала что мы сегодня с вами встретимся что мы вообще даже будем так долго болтать играть потому что это у меня реально блог это жопная неделя есть веселая песенка дурак и молния слушай ну песенка то веселая но я ее ни разу не пробовала играть я ее ни разу не пробовала играть о ну-ка сейчас-ка погоди я кое-что загуглю не не буду не стоит там какие-то ужасные аккорды прям вообще ужасные слушай что мы еще вообще знаем мы же что-то из змеяги играли я уже позабывала все вообще все когда у нас последний раз музыкальный стрим был мне кажется это было когда я ходила в садик и играла на маленькой гармошке стоп да а что-то а нет все нормально что-то я как-то загуглила косовато мияги и а мы же эту бони 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 мы с вами играли я просто в инете еще вообще я обычно обычно я пользуюсь либо амдм ру это для гитарки а для укулеле что-то там укула точка кто-то но вот на укулеле сегодня у меня вот так вот все показывает а амдм там ну много чего нету а много чего есть дурманом ночью снова душу отравим мы в невесомости мы крылья расправим узлами крепким мы связаны будем на веки сука любовь этим забытым миром правит извилины дорог пытались запутать меня но если один убежишь ломая преграды клинья словно бони и клайд готовы убивать за эту жизнь которая мне подарила тебя рассветы сиренады прошлое неворошимы жаркая зима дворы снегами вдруг запороши по ветру раздувая пепел ради всех цветы и сердце стук без тебя будто бы прийти подари мне любовь разбивая руки в кровь и я готов быть твоим ветром попутным приручить мою душу я прошу тебя послушать в сердце золото все что мне нужно ты все что мне нужно я болен тобой я готов быть талисманом в груди и в жизни как в поле мне воин если я один подобраны пароли ты ты мой ангел во плоти расправили крылья лети но мне не верится стелется земля под ногами пелена времени мало манила меня мы облаками слеплено я узлами связаны с тобой все спели что у меня выпирает сисямба надо помять какую обе помяла там поролон все не настоящее я же говорю у меня все не настоящее кроме второго подбородка а все остальное это муляж держу в курсе а че еще у мияги я блин я че то еще у мияги пробовала и не помню че прикиньте блин запомнились мне километры мира а как там мы унеслись незакона потому что любим жить под солнцем висне то лето димовало мне любовь какая-то дичь подожди а где это все нигде все пока опачки жопачки привет здравствуй привет как дела а как же давно я тебя не видел подруби эту песню а как дела поздравь меня ты поздравляешь меня я тебя тоже поздравляю а с чем во первых с наступившим новым годом да а во вторых вон вон там видишь вон там угу вот такие вот дела приключились у меня у тебя света не было а где была твоя света алло что за дела вообще моя света тоже периодически кстати гуляет ели мясо мужики пивом запивали тара 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 т мне надо пробовать мне надо пробовать я иногда говорю голосом ведьмы а я могу но я не знаю правда это ты про какой сейчас про какую вот эту вот из но я все могу я вообще все умею я первоклассный специалист во многих моментах особенно запиздеть таксиста до смерти я могу прям на ура о боже я наверное буду долго еще вот эту всю фигню рассказывать про то как я заболтала таксистов этих бедных мне кажется они просто поставили крестик больше никогда эту барышню нигде не подбирать да я теперь офисный планктон более высокого уровня наконец-то мое выстраданное повышение свершилось понимаешь сколько я этого ждала и то не знала произойдет оно или не произойдет не понимала до конца что да как будет ну вот по итогу по итогу произошло чему я очень-очень рада сегодня мы на работе немножко это дело отметили меня раскрутили то есть я еще даже не получила первую зарплату после повышения обычно с первой зарплаты проставляются тут что-то меня вчера ты когда проставляться будешь барышню ну сегодня пришлось чуть-чуть проставиться ну так на своем этаже только профессионально забалтываю вообще просто вообще на самом деле ребят я жуткий социофоб а по мне и не скажешь да вот мне надо привыкнуть к людям чтобы вот я там болтала и непринужденно себя вела я не понимаю почему у меня иногда вот что-то стреляет в башке и полилась родимая ой а знаете что я вспомнила а не знаете и я такая тоже я не знаю что я вспомнила вообще господи я вспомнила что у нас есть еще ляпи струбицкой на каком этаже на седьмом этаже зачета там трата та 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 на своем на своем на третьем этаже я работаю просто я теперь ведущий специалист ну грубо говоря раньше я была сервис инженером а теперь я ну грубо говоря ведущий сервис инженер вот так так когда я блани цветут да вот эту не хотите либо либо знаете чё как она называется любовь приходит в платье белом а осенью любовь приходит в золотом как она называется как это песня называется еще раз пропаду слушай мне так вообще плохо было на январских каникулах прикинь я 30 числа просто приезжаю с работы домой и меня все я просто я еле дотерпела у нас прикинь все я убираю инструмент не надо мне надо все это рассказать что было просто я не могу сама жить с этим всем ты ты должен это все знать обязательно короче смотри значит у меня в отделе продаж в соседнем кабинете раз два три четыре человека ну типа руководители там все такое значит весь декабрь но одна у нас переехала в другой город она на удаленке работает значит трое других там двое полевых сотрудников но у них есть периодически офисные дни и одна барышня руководитель всей вот этой вот гвардии и короче они все на больничном все 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 прям они все болеют периодически приезжают в офисы своими бациллами выгоняешь как можешь говоришь не приезжайте отменяйте собрание не надо тут вот это вот ничего не надо потому что я давно не болела ну чтобы так серьезно болеть как сейчас вот люди прям сильно там с температурой под 40 блин мне этого не надо ну по итогу чё весь декабрь они там болеют непонятно как офис посещают и все и 30 числа все до свидания прям до свидания и причем знаете ребят у меня не было там высокой какой-то температуры жуткой у меня была такая поганая температура самая сана вот лучше бы она была либо 38 либо 39 но она вот где-то в непонятных границах там 37 с копейками какими-то непонятными ты ходишь просто как вареная морковка вот реально лучше пусть блин будет 39 и ты будешь себя комфортнее чувствовать чем вот с этой фигней и ты не знаешь еще чё делать чё пить чё не пить воду пить морсик пить все чуть кисленькая лимон жрать думаю чё-нибудь от температуры попить ну ладно пару дней там попила таблетки а она у меня только вверх ползет от них чё вообще происходит чё за фигня чё за вакханалия как это так и все и вот у меня на самом деле я думала я за январские каникулы типа типа каникулы да потому что там рабочие дни были я думаю я отлежусь там все такое все нормально будет нифига я вот на работу вышла еще в таком состоянии непонятным шатком валком была я думала что там в субботу 14 я постримлю но нет просто нет я понимаю что мне нет сил мне их просто нет я просто не высижу и вот уже на этой неделе я более-менее пришла в себя я могу нормально досидеть до ночи скажем так и не свалиться дрыхнуть я спала пипец много я думаю ну я прям что медведь в спячке можешь в берлогу выкопать в сугробе а не на диване там вот это вот все спать отдыхать уже реально просто в спячку оставалось только упасть и ты спишь и ты не высыпаешься и тебе нет вот твой сон вообще никак не помогает восстановить организм это такой треш был да счастье слава богу это тфу тфу постучать вот так вот выгляжу бодрячком все вроде нормально и я очень надеюсь что все вот мы сейчас ритм свой поймаем и будем в этом ритме с вами встречаться я тут знаете что еще все мы отложили инструменты будем болтать у меня опять это проперло меня мне тут короче как то говорят не так давно типа ну там жалко время которое ты тратишь на стримы то есть и бойся все такое а я тут что-то потыкалась потыкалась помните когда я играла в игрушки а монеты дизайн какие там были эмоции просто я думаю а ну а какая разница сколько там людей приходит на стрим смотрит на меня слушать меня самое главное что мне по кайфу я развлекаюсь я отдыхаю да да по факту да ладно надо накраситься сидеть там жопу не чесать на камеру да ну хотя можно почесать вы не увидите все равно что я на ней сижу да куда я там руку делаю не непонятно ну в общем короче когда я уставший не надо мне говорить что катя с чем ты этим занимаешься ну профита никакого результата никакого стримишь ты редко зачем вот это все не надо мне такой говорить не надо потому что я это делаю для чего чтобы чуть-чуть отдохнуть чтобы побалдеть фигню вам порассказывать всякую разную от вас фигню всякую разную посмотреть почитать да вот так тебя взяли за жопу ты чё бегать быстро умеешь я кстати быстро бегаю я даже участвовала в соревнованиях меня ставили на 100 метров q и на 500 метров тоже ставили самое большое которое расстояние я бегала на соревнованиях это было два километра но я там не сильно быстро пробежала меня со старшеклассниками поставили я тогда в девятом было мне с 11 классом поставили я где-то в серединке там прибежала легкой атлетикой занималась пять лет умеешь ну хорошо хорошо ты там это никуда не не выходи без шиповок а то мало ли чё сразу на шиповку прикольнее бегать слушай два километра смотря какой стадион но вообще да это должно быть четыре круга вкусно я не знаю что еще рассказать все у меня закончились слова что еще я могу рассказать надо подумать а ничего все могу какую-нибудь песенку сел батарейка танцевать шигидым шигидым о боже какие-то аккорды странные я открыла там же простые аккорды вроде были всегда все почему б а там м джи эфь е не было стадиона зато был прекрасный внутренний двор круг 150 метров убоги слушай я когда в школе училась у нас стадиона как такового тоже не было и мы бегали вокруг посадки у нас маленькая такая лесополоса была там примерно было метров 500 и мы вот там наяривали круги но зато у нас была нормальная ну как не нормальная не по правилам она была асфальтированная а не прорезиненная тридцать шестьдесят из 100 метров мы бегали иногда мы ходили на стадион у нас у меня в городе вот где я родилась там стадион назывался кристалл и там у нас прорезиненные прям эти беговые дороги там прям классно мне там даже было этот с разбега в песок сигать я прыгала с разбега в песок у меня был неплохой показатель я очень далеко сиганула но я потом короче упала назад и на руку облокотилась из-за этого у меня короче там по моему третье место что ли у меня было по вот этому виду импровизировать импровизировать импровизация ну ты что вообще какие то ты слова говоришь вообще незнакомые для меня что у любви у нашей села батарейка о-о-о-о я ее батарейка о-о-о я ее батарейка я тасковал по тебе в минуты расставания ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния но несмотря ни на что пришла судьба злодейка и у любви у нашей села батарейка о-о-о я ее батарейка кошмар я перепутала аккорды и вроде все как всегда все те же чашки-ложки все та же в кране вода все тот же стул без ножки и все том же с утра щепечет канавейка лишь у любви у нашей села батарейка о-о-о я ее батарейка о-о-о я ее батарейка сейчас лучше исполнять чем в прошлый раз а знаешь почему? потому что без тренировок потому что это вот все я не брала гитару черт знает сколько я вот просто я балуюсь можно так сказать что вот я балуюсь поэтому у меня и получается возможно а еще знаешь это сейчас еще жуков песенку мне нравится она безумно я ее иногда пою в машине она такая такая грустненькая но я ее буду исполнять как будто бы от мальчика как будто это мальчик поет думаешь я не пробовал взять и забыть перетерпеть уехать развлечься забить поразмышлять поразмышлять и выбросить из головы пробовал но увы я пробовал но увы земля не может не крутиться сердце не может не биться солнце не может не светить я не могу тебя не любить я не могу тебя не любить ты можешь жить с Алешей а можешь с Ильей ты можешь быть хорошей а можешь плохой можешь приехать в танке и просто стрелять что мне еще сказать что мне еще сказать земля не может не крутиться сердце не может не биться солнце не может не светить я не могу тебя не любить я не могу тебя не любить я не могу тебя не любить вот такая песенка я чё-то как-то с это ехала у меня там рекомендации какие-то вылазит вылазит что-то херак с жуки о прикольная песня мог где я раньше была это наверное было может полгодика назад она такая мне хопа засела в голову и все периодически там что-то поешь 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 потом потом как-то я добралась до гитары думаю что там за аккорды а вообще неплохие аккорды очень даже легкие сыграть пальцем на губах больше зачем это делаю взрослые вот взрослая девка класс а чё еще чё еще у нас есть веселого у жуков а что-то еще же у нас было прикольно у них или нет властелин колец йогурты но это такая себе комарики комарики есть на крыжополь поворот интересная песня название вообще бомба слушай я что-то позабывала все песни какие я знаю танкист какая-то она грустная да елка стоит слушай про елку я елку буду убирать завтра это вообще печаль века вот эта елка я ее ведь нарядила специально для того чтобы на январских праздниках на январских каникулах когда я предполагала что у меня будет просто горы стримов мы с вами сидели с елочкой светящийся и вот все такое вот красиво у нас было у нас хоть один стрим был нет я думаю надо разобрать елку потом ну как бы как как вот как вы даже не видели ее толком как я буду разбирать ну все я сегодня решила что мы будем стримить елкой а завтра а завтра я скорее всего ее уберу наверное но это не точно я подумаю я ее полюбил за ее красоту за большие глаза взяла твою косу да у тебя же мама педагог все сыграли нет главное вот главное главное это харизма главное подача ты можешь обосраться но это будет так классно и так замечательно что никто не поймет что ты обосрался нет я надеюсь что вот такие вот ну просто вот эти вот моменты вас веселят я не готовилась честно даже не мылась камера лови фокус у нас сейчас реально импровизация коньяка слушай надо было выпить было бы еще веселее мы сегодня выпили чуть-чуть на работе но это было когда это было давно это было уже давно я уже забыла что это было потому что я в шарике не налила коньяку поэтому не было стримов я вот понимаете я специально в комнате елку поставила я не ставила ее в зале потому что я думаю ну блин таскать ее потом когда стримить буду не хочу таскать ее туда и сюда так я обычно в зале елку ставила и вот перед телевизором там рядом с теликом она у меня стояла ты на диване валяешься там телик смотришь вот она у тебя елка там мигает горит и тут вот я вот так вот решила я ее даже не включала вот сейчас реально наверное это третий раз когда у меня на ней огоньки горят вообще капец зато экономия электроэнергии надо искать веселую песенку а какую еще не поздно намахнуть рюмашку не слушай не хочу уже не надо это я недавно что-то что-то мне надо было чуть-чуть выпить я приехала домой с работы налила себе бокал вина получилось что я выпила бутылку вина а не бокал я потом такая тут положусь ну все пора уже спать и я такая что-то что-то легла мне кажется что я хотела что-то еще сделать или в телефоне там может быть будильник проверить или что я точно не помню но я такая просто легла и такая и все и ватру пошла сарделька с лапками слушай она вообще это у нее все замечательно у нее куча вкусняшек как обычно у нее все прекрасно недавно недавно когда на неделе был прикол она сходила в туалет и замазала лапы в говне Я не сразу заметила Она что-то по дому ходит И я такая А в чём у тебя лапа? Ты как-то... Что там случилось? Ты куда наступила? Ну пошли мыться по итогу Ну как так вообще? Она бывает... То, что снег, ей неудобно Она сделает свои дела И потом просто с пробуксовкой убегает И всё вот это вот лапами там По итогу моментами размазывает Шутки про говно Это вот... Это топчик темы Самое то, что нужно То, что доктор прописал Слушай, ну Самое бомбезное было Когда она у меня тут в комнате обосралась И робот-пылесос это всё развозюкал по комнате Вот это было самое бомбическое Я думаю, все помнят эту волшебную историю Повторять не надо Ни действия, ни историю Действия тем более повторять не надо Про говной муравьёв Харламов поёт Слушай, у него там Такие песни вообще Прям серьёзные Прям я даже не знаю, как такое исполнять Это же надо его голосом петь Желательно Ну, похожим Ну, рядышком хотя бы Я что-то хотела суши загуглить Из... 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 Нихарламов А что у нас есть? Давайте Что-нибудь мне это А, я же ляписаю это Гуглила Смотрела аккорды ляписа И тут мы что-то перепрыгнули Поболят и отвалятся Как я обычно говорю Когда зимой холодною В крещенские морозы Чебечет песню соловей И распускаются мимозы Когда взлетаешь к небесам И там паришь, пугая звёзды А над окном твоим совьют Какие-нибудь птицы гнёзда Когда девчонка толстая Журнал приобретает мода И снит, как будто юноши Ей в школе не дают прохода Когда милиция не русат И вдруг улыбнётся хулигану И поведёт его подруги Но не в тюрьму, а в ресторану Знай, это любовь С ней рядом Амур Крыльями машет Знай, это любовь Сердце не прячь, Амур не промажет Когда мальчишка на асфальте Мелом пишет чьё-то имя Когда телёнок несмышлён И губами ищет мамки в имя Когда весёлый бригадир Да ярко щиплет возле клуба Когда солдатик лысенький во сне Целует друга губы Когда безродная дворняга Забраться хочет на бульдога Когда в Купаловскую ночь Две пары ног торчат из тога Когда седой профессор Пан Дождём по лужам резво скачет А зацелованная им девчонка Над пятёкой плачет Знай, это любовь С ней рядом амур Крыльями машет Знай, это любовь Сердце не прячь, Амур не промажет Промотать Надо промотать А не надо Вообще она называется не любовь Она называется в платье белом Вот так Как неожиданно и приятно, да? Угу Я тоже почему-то думала Что там что-то будет про любовь А там ни разу не про любовь Угу Слушай, из весёлого я что-то не это Как запомнила, так и называется Реально А знаешь, вот у меня бывает Что-то Просто гуглишь там По строчке какой-то из песни И всё И находишь У меня губы синие Потому что не накрасила Слушай, я губы вообще же крайне редко крашу Что-нибудь ещё давайте Всё, я танцую Вызывайте санитаров, пожалуйста О боги О, давайте кузнечка В траве сидел кузнечик Там на одной струне Всё элементарно и просто О, генералы песчаных карьеров в голове Мелкие У меня верхняя губа тонкая Я даже думала Когда-то задумывалась Может быть мне сделать вареник А потом думаю Ну зачем вот это вот всё Ну зачем Ну вот какая родилась Вот какая есть Так ведь Так ведь Возможно Аристократичные Ещё скажи, что у меня кожа белая Нифига не белая Аристократичные Так, всё Сейчас будем Это Грустные песни слушать Коль вы ничего там не пишите Весёлого Сейчас я как на гуглю Мне просто надо слова открыть У ночного огня Под огромной луной Тёмный лес укрывал Нас зелёный лист твой Я тебя целовал У ночного огня Я тебе подарил Половинку себя Свет далёкой звезды Песни птиц до утра Ты смотрела в глаза Мои шептала слова Ты не верила мне Но любила меня Я оставил с тобой Половинку себя Всё, что было забыто Всё, что было прошло Ты махала мне вслед Бирюзовым платком Я тебя целовал У ночного огня Ты оставила мне Половинку меня А какие они грустные Вот какие они грустные Какие петь Ну какие У меня, знаешь, вот реально Я иногда думаю, что там Что-то в моей голове есть Можно вот это спеть Можно вот это спеть А можно вот это А потом я всё забываю У меня просто потом происходит Тире, точка, тире, точка Тире, точка Один, ноль, ноль, один, ноль, 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 один Колхозный панк Я не знаю эту песню Понимаешь? Мне надо её послушать Понимаешь? Либо мне надо то, что я знаю Что я уже играла Сейчас сектор газа Поговорю К-к-к-к Колхозный панк Тыц-тыц-тыц-тыц Сейчас открою Блин Я мотив даже не знаю, честно Аккорды-то не сложные Надо послушать её Будет Под караоке Не, если ещё под караоке Я тогда чё-нибудь другое бы исполнила Чё-нибудь весёленькое Типа там Типа там не знаю чё Каких-нибудь ночных снайперов Чё-нибудь такое А ну-ка, сейчас я кое-что открою Чё там за аккорды Мы с тобой возьмём мешков с песком побольше Это первый раз я её пробую Так что если чё Не надо там гундеть Мы с тобой возьмём мешков с песком побольше Сбросим их на пляжи южных берегов На большом воздушном шаре Мандаринового цвета Мы с тобой проводим Проводим это лето Вот тут переход какой-то На большом воздушном шаре Мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето Странно Тут какой-то другой должен быть аккорд Не звучит Не звучит Ну, как минимум, как минимум, это можно попробовать, да? О, слушай-ка О, сюрприз-рум Бонжур Хай, как ты? Я ловлю Ща, я открою И хочу попробуем А может и нет Закончил, немного поздно Ну, как бы Окей Хотя бы так И то хорошо Но лучше заканчивать раньше На усе сплетенной мебелью Где красное вино Из мясных погребов Больших шатон Ты можешь говорить Что это только глупые мечты Но в планах у меня Все, видимо, немного кружится Очень интересно А Е7 Простите меня, пожалуйста Это вот пальцы сломались Да? А, нет, я перепутала Я перепутала Думала, что любовь Но оказалось неправильно Все неправильно Вообще неправильно У меня косичку Кто-нибудь подкрадется Пока я сплюсь Стригет ножниц Слушай, я подстригла Чуть-чуть ведь волосявки Они же были еще длиннее Сейчас они стали чуточку Короче Ну как чуточку Где-то, наверное, вот настолько Они стали Они, прикинь У меня волосы были уже до жопы Вот так стоишь распущенные Они прям до жопы были Прикинь Ты представляешь Какие длинные были волосы Офигеть вообще Я в шоке Это первый раз у меня Такие длинные волосы в жизни выросли Правда-правда Ни капли не обманываю У меня всегда волосики были Не такие длинные Серьезно тебе говорю Вот приключилось что-то Я их не стригла долго Потому что некогда Ну, походу, просто и правда Мне реально было Вообще не до этого Я пыталась добраться До салона красоты Наверное, больше двух лет И я все никак не могла То и время не могу выделить То что-то деньги не могу Никак отложить Потому что у меня была мечта Немножко по-другому покраситься Но, короче, по итогу посоветовались мы С разными людьми По поводу цвета моих волос И они мне сказали Что мне лучше Вот что-то ближе к моему родному Потому что Цветотип такой у меня Что если я вдруг сделаю светлые волосы То немножко моя светленькая кожа И там, ну, если вот воспаления мои всякие Они прям будут сильно в глаза бросаться И будет что попало А так это все дело Немножко компенсируется Моими прекрасными Шоколадного цвета волосами Господи Ребят, вы заметили, да Что почти три часа я уже болтаю Без продыху просто Вот Все, уже три таксиста сдохли Сейчас мимо земли комета пролетает Ой, слушай, что-то песенка какая-то есть про комету Все, без тебя не так Лучу к тебе словно комета Такая что-то Я по радио слышала Неандертальцы видели Слушай, а они тебе писеминскую написали Что они ее видели Или ничего Сектор газа Песни у костра Да мне кажется, все песни Сектор газа у костра поют Ну, либо вот так вот Кто-то как я еще поет Сумасшедшие люди Не, ну это же прикольно Ты сидишь на... Ты что, маленький принц, что ли? И у тебя там растет роза на твоей комете На твоей маленькой планете Помнишь, маленького принца Я недавно читала Маленького принца Мне еще нравится аудиокнига Которую озвучивает Константин Хабенский Прям что-то как-то мне зашло Я один раз даже засыпала под нее Да давно уже было Вот так Че еще? Давайте еще какую-нибудь одну, может, песенку И все И будем заканчивать на сегодня Потому что неожиданно реально это Долго болтаю А мы, кстати, твой звонок уже спели Вот так Да Я причем сначала попробовала на укулеле А укулеле сказала нет Я не смогла открыть сайт с аккордами для укулеле Укулеле, прикинь Это вообще какой-то капец Это что за безобразие Вообще безобразие Так Давай веселую песенку Говори, говори веселую песенку Давай, бегом А то сейчас будем про деда Максима пить Эту непотрепщину Просто позорище Мама увидит Скажи Дочь, ты чем занимаешься там? Ну что ты такое? Ее тут повысили Она матерщины песенки поет Должна быть серьезной уже девочкой В костюме брючном ходить В костюме брючном ходить? Желательно тройка А не вот это вот все, понимаете? Брючный костюм носят серьезной барышни Песенку про телемилитрян Что ты там за песни такие предлагаешь мне? А? Я даже вообще не представляю Что ты мне предлагаешь Ой, погоди Не, не погоди Вот так я вам язык показываю Все Сейчас погоди Сейчас, сейчас, сейчас найду Я найду, я найду Я найду ее Нет, не найду Облака белогривые лошадки? Что ж вы мчитесь без оглядки Не смотрите вы, пожалуйста С высока А по небу прокатите нас Облака И тут надо этот тяжелый рок просто Поперла все Что-то это Не обращайте внимания на меня Надо вырубать камеру Просто сейчас, наверное, попрет У меня какая-нибудь дичь Но это не точно Ребят, если что, я не пьяная Просто, возможно, у меня нервоз От того, что я устала на работе Это у меня как что-то было Мне звонят Типа, есть время помочь? Я что надо? Ну, что-то по работе? Да, ну нет, у меня личный вопрос там Что-то какая-то фигня И я просто, я начинаю ржать Просто у меня реально истерический хохот был Потому что я уже устала От вот этих вот звонков постоянных Одному одно, другому другое Сообщения в личке Потом вечером листаю Если листаю И отвечаю, если сил хватает Вот Там все О, вчера там с крещением С тем, с этим, с пятым, с десятым У меня вот самое главное было 6 января поздравить тетю с днем рождения И 10 января поздравить дядю с днем рождения Все, все остальное Простите, пожалуйста Ну, у меня просто реально Мне нужен секретарь, который будет отвечать на сообщения Мне надо сесть и разгрести и почту, и сообщения, и все надо У меня еще в дискорде куча сообщений болтается без ответа Еще и в инстаграме болтаются сообщения без ответа Мне так влом VPN подрубать, чтобы открыть инсту и ответить там на сообщения Это просто какая-то дичь У меня причем бывает такая фигня, что я подрубаю VPN-ку У меня отваливается к чертовой матери ватсап рабочий Это вообще бред А мне ватсап вот прям он постоянно мне нужен Потому что там с 7 утра куча сообщений Что у кого-то то не работает, у кого-то вот это не работает Так что вот так Я тут это, припев нагуглила Цветут цветы, ни я, ни ты Уже не можем их собрать Ничего не можем сделать, потому что я сфейлила Цветут цветы, среди огней, среди чужой большой любви Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы Вот так бывает Ты будешь моим секретарем за всяческие фотки? Блин, ну ты приколист, конечно Я подумаю над твоим предложением Твоего лица глаза, твоего лица рот Не забуду никогда Даже если умрёт Даже если умрёт Мировой океан И не рыбы вместо жив Будут плавать там И не рыбы вместо рыб И не люди вместо нас Город был, остался дым Город просто погас Город просто погас И остался лишь он Запах тела твоего Тела твоего звон Цветут цветы, ни я, ни ты Уже не можем их сорвать Цветут цветы, среди зимы Считаю дни, я должен ждать Цветут цветы, среди огней Среди чужой большой любви Цветы глаза, цветы слова С холодным запахом зимы Кого? Чё там? Комета прилетит в землю? Я притягиваю комету, давай, лети ко мне, комета Я на самом деле, да, уже, наверное, чутка трещала Ты пропустил множество интересных историй Я сначала где-то, наверное, полтора часа Просто болтала, болтала, болтала Потом решила достать инструменты Но сначала я показала своего кролика Потом уже достала инструменты Вот, значит, о чём я вещала первые полтора часа? Я вещала о том, что я до смерти Заболтала двух таксистов Просто, прикинь, я еду в такси примерно час И весь час у меня просто вот Я не знаю, почему это произошло Но мне надо было болтать Я думаю, что это было из-за нервного перенапряжения Но вот так случилось То есть в один день я на двух такси разных моталась Разных, разных С двумя разными мужчинами И оба мужчины были от меня просто в шоке Реально в шоке Прикинь, я час не затыкалась И сейчас я три часа не затыкаюсь Не, ну периодически, когда я читаю сообщения У меня там Вот так вот Либо когда я что-нибудь гуглю А так это всё Болтушка Пищала все два часа Писк один стоял Если я с ума сойду Ой, слушай, знаешь, это можно этим Шарик с гелием И просто вот Как будто что-то прищемило Хотя прищемлять-то и нечего Сейчас я возьму своего зайца Зайца сейчас возьму, конечно Мы сейчас с зайцем будем с вами прощаться Потому что Маленьким детям Пора спать А мне пора, по всей видимости Принять какое-нибудь лекарство От вот этого недоразумения Которое со мной происходит Может, реально рюмашку накатить И спать пойти, а? Просто какая-то дичь В моей голове происходит Ты извращуга, что сам себе поражаешься иногда Ух! Заяц, смотри, видишь, заяц берётся за голову И он такой Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Что же происходит? Какой ужас Какой кошмар И вот так вот ушами закрывает глазки Потому что не положено Ха-ха-ха-ха Кто не слышал, ребят? У меня есть это Мысль Карту захвата себе взять И есть некоторые игрушки На плойку Которые можно поиграть Типа Рагнарка Хорайзена Вот второго Ещё всяких там игрулек Поэтому Я подумаю Может быть Правда Я себе подарю карту захвата И под руку им с плойки Потому что с плойки стримы Не камильфо И камера там такая себе И само разрешение Тоже такое себе печальное Недовольной воробулькой не стать Знаешь чё? Я тебе скажу Что Те обязанности Которые я выполняю Все эти Три с половиной года Вот я ровным счётом Их же и буду выполнять Просто сейчас ещё то Что деваха одна Вышла из декрета Сейчас много Вот есть у неё Вот этот Какой-то максимализм Там навести порядок Где-то что-то переработать Доработать Что-то сделать Модернизировать Того научить Этого научить Вот это сделать И много моментов Просто технического плана Где вот Нужно моё участие То есть Либо там Показать Рассказать Как отчёт работает Либо продумать Как отчёт должен работать Поставить ТЗ-программист Просто вот таких задач Очень много сейчас Я понимаю Что это всё Как бы временное Да Вот это Сейчас вот эти этапы У меня дурацкие пройдут Там мы наберём команду Мерчей Там я их обучу Ну там Запустим этот филиал Благополучный Они будут работать И всё И должно стать Поспокойнее Должно стать потише Ну я думаю Что где-то месяца Два-три Наверное будет ещё Кавардак Вот у меня С вот этим вот Завалом дурацким Вот эти две недели Первые января И И потом всё будет Поспокойнее Ремейк Резидент Тейвела Выйдет Ой Знаете Что я Короче Тут нагуглила После того Как я поиграла В плейг Тейн Реквием Который У меня Короче Вылезла Новость Рекомендация Типа Разработчики Там В восторге От Отзывов И они Думают Сделать Ещё Одну Игру Но они Пока Не знают Типа Ничего Про сюжет Что же Им сделать Но у них Есть мысли Что они Там Сделают Типа Не будет Уже Никаких Крыс Не будет Этого Пацана Будет Только Деваха Что она Там Что-то Ходит Делает Ну Типа Что Готовят Почву Видимо Для Следующих Носителей И Защитника Я не знаю Ну Короче Что-то Я не знаю И они Сами Не знают Но я Так Подумала Новость Когда Прочитала Думаю Не надо Вот Не надо Чуваки Не надо Правда У него Не было Морковки В лапах Не было И у него Видишь Он Какой Джентльмен У него Тут Галстук Бабочка Он Джентльмен Вот Такой Вот Он Да Это Вам не Вот Это Вот Все Где Он Прячет Морковку Внутри Ну Что Мы Будем Прощаться С вами Да Я Пойду С зайцем В обнимку Спать Боже Я бы хотела С игрушкой Поспать В обнимку Наверное Но Я предполагаю Что С ней Может произойти Какой-нибудь Конфуз Работает Не трож Это сделаем Это Сделаем Это Слушай Ну Да Есть Некоторые Моменты Я Короче Когда В ноябре Или В декабре Я Тестировала Один Инструмент Фоновую Передачу GPS Координат И там Там Такой Трэш Я пообщалась С техподдержкой Программного Продукта С которым Мы работаем Ну Мы Дорабатывали Но мы Дорабатывали Не Версию Приложения Мы Дорабатывали Конфигурацию А у вас Конфигурация Своя Доработок Херова гора И я Такая Посидела Подумала Ну Они Такие Список Выкатывают Вы можете Начать Вот с этого Потом Вам надо Все переделать Модернизировать Вот для Вот этого Потом Вы может быть Сможете Наш Модуль Обработки Взять Там Куда-нибудь Прикрутить И я Такая Думаю А нахера Зачем У нас Сейчас Все Вот как-то Работает Нас Это Устраивает Мы Там Ничего Сверхестественного Не хотим Пользуемся Вот тем Что есть И все Довольны А если Мне вдруг Надо Что-то Там Экстренно Найти Я могу Человека Отследить По Ну Местонахождении Телефона По Гуглу Я могу Отследить Все Все Не надо Ничего Лишнего И тут Вот реально В некоторых Моментах Я Это Самостоятельно Принимаю Решение Что Нашим Отделом Продаж Вот этот Функционал Нафиг Не надо Потому что Мы можем Что-нибудь Сломать В процессе Допила А я Вот Не хочу Там Ничего Ломать Понятно Что Блин И мне Надо Будет Разбираться В этой Фигне И программисту Нашему Надо Будет Разбираться У нас Задач Других Полно Так Что Вот так Да Иногда Надо Не трогать Потому что Работает Не надо Трогать Заяц Он Не с Морковкой Смотри Он Меня Лапает Вот Вот тут Он Вообще Не прав По своему Поведению Ты какой Нахал Нельзя Так Себе Вести Няканый Зайка Няканый Мягкий Классный Такой Пути 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 Реально У меня Уже Игрушек Полно Надо Будет Домик Им Делать Потом Покажу Когда У них Появится Домик Ну Это Будет Наверное Какая Нибудь Полка Не знаю Чего Нибудь Будет Непонятное Но Это Будет Нескоро Насилие Над Программистами Так Точно Вот Всегда Мне кажется Больше Всех Поучают Программисты Всякого Говна На Лопате Пролетает Сделай То Сделай Вот Это А еще Сделай Вот Это И он Сидит Да Как Вы Меня Достали Вот Так Вот Он Сидит Ругается Я Должна Выключить Свет И Снять Штаны И Голопопой Ходить Вокруг Ёлки Слушай Не Я Могу Сейчас Погоди Я могу Сейчас Стопе Стопе Прям Секундочку Никуда Не Уходите Я Сейчас Вернусь Та-дам Все Мы В Фонариках Мы В Огоньках У Нас Праздник Все Ну Романтика Давайте Прощаться Ребят Я Очень Рада Что Сегодня У меня Хватило Сил С вами Встретиться Я Очень Рада Что Вы Пришли На самом деле Не Ожидала Что Сегодня Кто-нибудь Придет Потому Что Меня Давно Не Было Я Думала Что Меня Все Забыли И Я Буду Слезно Плакать И Вытираться Зайцем Но Вы Пришли За что Вам Огромное Спасибо Скрин готов Хорошо Ладно Ребята Сколько Там Надо Семь Хантер Это Все Твое И Ребята Вам Всем Чмоки Чмоки Побе Щеки Еще Раз Всем Спасибо Рада Была С вами Поболтать Я Надеюсь Что Мы Завтра С вами Увидимся Потому Что Потому Что Завтра Суббота И Я Должна Быть В Адеквате Все Давайте Ребятки Пока Пока До Встречи На просторах Интернета И Все И Забыла Как Останавливать Трансляцию Все Забыла Так Останется Все Просто Висит Вот Это Вот Все Дело Пускай Все Вот Так Всем Как Зайцу Пока Субтитры Субтитры